Всем доброго времени суток, дамы и господа! С вами Грин! Привет, White Wizard! Джан Ба Саблимит! Я надеюсь, правильно прочитал твой никнейм, извини, если что. Борт Механик? Да, выходит, новое дополнение уже вышло, и оно уже стоит на моём компьютере, с чем я себя и поздравляю вас. Естественно, тоже привет, Мазов! Приветствую все-все-все, кто к нам недавно присоединился. Мы переходим к дополнению. С 2013 года никак не расширялась вселенная Age of Empires, собственно говоря, с памятного многим фаготна, где было добавлено 5 цивилизаций и несколько, по-моему, даже 6 компаний, что, если честно, очень сильно развило игру, углубило её, хотя так и не стало это дополнение культовым, его не полюбили киберспортсмены, но простому любителю Age of Empires, для которого она игрой детства является. Это, естественно, стало приятным сюрпризом. Итак, да, без русификатора это только английская версия будет у нас, но ничего. Надеюсь, мой скилл переводчика сумеет помочь нам пройти сквозь эти тернии буржуйские и насладиться игрой, и понять, что же у нас тут есть. Ну, выглядит всё вроде как обычно, но если мы открываем уже игру с синглплеером, мы сразу видим, как сильно мы ошибаемся. У нас тут сразу же уже деление по компаниям, но прежде чем мы пойдём куда-нибудь сюда, я предлагаю открыть Map Editor и создать сценарий, хоть какой-нибудь. Так, Original Game или дополнение. Но, естественно, мы будем использовать дополнение, причём дополнение давайте все будем использовать. Давайте создадим новое. Добро пожаловать на чисто российский стрим. Мистер Грин и все-все-все. Естественно, стрим чисто российский, это не то, что там буржуй какие-то сидят. Я пытался их переводить даже синхронно, но для меня, к сожалению, это неподъёмная ноша. Тем не менее, они очень много интересного рассказали. Розыгрыш будет позже-позже, не прямо сейчас. Так что чё ж сразу, лишь бы пощупать самому. Ну, давай посмотрим сначала, что мы разыграем. Может, шлаг какой вообще разыгрывать не будем, если вдруг совсем всё плохо. Да ладно, шучу. Привет, Артемон! Добро пожаловать на стрим. Итак, начнём, пожалуй... Ммм, точно. Ну, давайте поставим. Кстати говоря, очень удобно. У нас теперь имеются иконочки перед каждым из юнитов. Ну, давайте поставим осла и одному игроку, и, скажем, лучника другому. Мне очень интересно, почему я ничего не слышу в игре, на самом деле. Собственно говоря, давайте посмотрим настройки. Потому что я действительно ничего не слышу. Вот. Вот теперь уже получше как-то. Не, музыку пока что оставим, я думаю, на минимальных каких-нибудь настройках. Говорите, как меня слышно на фоне, как игру на фоне меня. Привет, Ктвех! Зашёл на страус посмотреть, или кто там в Африке водится. В Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы, в Африке ужасные бармалии. Всех их мы сегодня увидим. Итак, главная моя цель. Вот ради чего я сейчас запустил этот тестовый сценарий. Вообще, я хотел сделать много разных сценариев, посмотреть, как те или иные игры делаются. Но начнём, пожалуй, с дерева технологий. Потому что у нас есть изменения не только для цивилизаций, которые здесь у нас тоже отмечены, но и для обычных юнитов, для обычных цивилизаций, которые уже всем привычны. Будут, будут. Посмотрел ролик от Zero Empires, похоже, португальц-новый имбан на воде. Давай не будем спойлерить, сейчас мы доберёмся до португальцев. Они действительно очень интересны, пожалуй, самые необычные всех цивилизаций. Но начнём мы с того, что коснётся абсолютно всех цивилизаций. Начнём мы с новой технологии в казармах. Arson, или как-то так она произносится. И это довольно дешёвый ап, то есть 150 еды, 50 золота. Ну, согласитесь, не очень много. И увеличивает больше дамага наносят пехотные юниты по зданиям. Ну, в сочетании, например, с Готом, который и так бонусы против здания имеет. Или, если мне не изменяет память, похоже, что-то имеется у японцев. По-моему, у них только на скорость атаки. Это очень неплохо. То есть здание можно будет самим сносить просто в лёд. Чатик убери, немного загоражить дерево. Ну, я вроде старался сделать вот так, чтобы он не сильно мешал. Давай, знаете что? У нас вверху всё равно ничего стоящего не будет. Вот так вот разместим чатик как-нибудь. Потому что у нас же несколько сразу находится чатиков в одном. Я надеюсь, не сильно мешать будет. Итак, Arson увеличивает урон от зданий. Это, в принципе, мы уже посмотрели. Ну, вот я уже сказал, Готы ещё как-то. В связи с того, насколько, конечно, увеличивается урон. Ну, либо Готы, либо японцы, либо ещё какая-то пехотная цивилизация может, в принципе, сделать... Вообще любая цивилизация может сделать эту вещь. И, в принципе, ну, не сильно это помешает им. Не сильно это побьёт по экономике. Но если у вас, например, масс-пики, то это поможет. Или масс-рейдеры, например, сносить всё. Приветствую, бро-мастер! И тебе, бро-фист, лови! Не-не, пониже поставь. Так он загораживает список бонусов циф. А, ёма, слушай, да в русский... По-русски поджёг? Ну, кстати говоря, да. Спасибо большое по тому. Это гораздо правильнее. Давайте куда-нибудь деть этот чат. Знаете что, давайте вот так вот уберём его нафиг. По одной простой причине. Там он точно мешаться не будет. И даже если мы будем бонус цивилизации смотреть. Итак, я его даже у себя тоже перетащу. Пока вы не видите. Касательно доков, конечно же, очень сильно акцентировали разработчики внимание на то, что они хотят вернуть принцип баланса на воде. То есть у нас, например, есть довольно всё простое и понятное в наземных сражениях. То есть есть скирмиши, есть пики, которые могут убивать коней. Кони убивают скирмиши, скирмиши убивают пики. Камень, ножницы, бумага. Приветствую, Марти Волтс, добро пожаловать. То есть в основе этого принципа так или иначе лежит всё дальнейшее построение и развитие юнитов. То есть качаются пики. Чемпионы у нас так или иначе, но сливаются луками. Луки так или иначе сливаются с конями. Кони, ну правда, тут уже есть разночтение, могут верблюдами убиваться. В общем, вы поняли принцип. На воде же раньше у нас воевали сугубо галеоны. Галеоны, галеры и боевые галеры, в зависимости от эпохи. Их копилось очень много. Сражения сейчас, видали, сейчас АОЕ HD всего 83 рубля стоит. А неплохо, слушай. Но правда, это всё равно дороже, чем я покупал, по-моему. Тем не менее, вперёд, друзья. У вас ещё есть шанс поучаствовать в конкурсе, а заодно и приобрести почти на халяву Age for PSHD. А мы вам подгоним, соответственно, дополнение свеженькое. Так вот, решили эту проблему не нёрфом различных юнитов, а скорее добавлением новых. То есть добавили феодальные боевые галеры, огненные, естественно, которые такие, знаете, напалмом поливают всё вокруг, типа из Вьетнама прям завезли. И взрывные корабли Demolution Raft. Но это уже откуда-то из Африки, я думаю, или с Ближнего Востока. Так вот, эти два юнита призваны забалансить. И забалансить док, и создать, наконец-таки, создать уже известный всем принцип камень-ножность-бумага. Галеры бьёт огненная галера. Огненные галеры падают под взрывными кораблями, а взрывные корабли уничтожаются простыми галерами. Вот этот принцип должен, по идее, быть в основе абсолютно всех направлений. Я слышал вот мельком, край муха, что, по-моему, немножко пофиксили что-то с боевыми галерами. Но, по-моему, ничего подобного. То есть также 135 у нас и 165 имеется здоровье. Касательно остального я на зубок не вспомню, к сожалению, сколько где у нас было. Так что, ладно, ты проап мой коммент читал насчёт водички. У обычных фаершипов плюс-плюс один-плюс один броня, у быстрых плюс два. Нет, не читал, похоже. Ты имеешь в виду броню? Мы ещё потестим, я думаю, эти фаершипы и прочее, и прочее. Но сначала мы пройдёмся ещё по одному моменту, потому что добавили у нас ещё одну новую технологию. Ты имеешь в виду какая-то специальная технология у португальцев? Это было, да, это я помню, по-моему. Но мы ещё подробнее на ней остановимся. Касательно брони, то это у нас, по-моему, тоже уникальная технология, что-то там добавляется. По цивилизации мы пройдёмся позже, пока что последнее нововведение для всех Абсолют цивилизаций это Arrow Slits. Ну, я перевёл, наверное, как бойницы, но бойницы у нас уже имеются. Так что, похоже, это надо как-то по-другому произносить и говорить. Увеличивает атаку башенок. Ну что же, для Траша, в принципе, вполне неплохо. Проблема в том, что универ у нас строится только, увы, на замковой эпохе, когда Траша уже становится элементарно неактуальна. Не совсем понятно, для кого нужна вот эта технология, потому что, посудите сами. Не-не, это фикс в целом с бронёй для фаеров. А, ну, окей, тогда всё-таки я же говорю, изменение баланса было. Спасибо, White Wizard, что уточнил, то есть, что тут какое-то изменение баланса. Армор у нас, похоже, броню, как ты сказал, увеличили. Стрелковую и не только. Так вот, ну, мы вряд ли будем использовать в сражениях и продвинутые игроки уж тем более либо кипы, либо гардтауэры, то есть, вот эти вот два апдейта практически никто не делает. Соответственно, и вот этот апдейт, я думаю, он будет, апгрейд, не использоваться. То есть, фактически, мертворождённый, по-моему, он получится, но посмотрим, что у нас да как. Ладно, давайте пока перетянемся уже на новые цивилизации, потому что у нас начнём с берберов в алфавитном порядке. Итак, что мы видим уже с самого начала, бросается в глаза, это новый юнит в стрельбищах. Гейнтур, как-то так он произносится, стоит у нас 50 еды и 35 дерева. Уникальный юнит берберов, который у нас именуется как Скирмиш-Тиранаездник. То есть, очень быстрый и уничтожает. Башню пропустил, в смысле башню. Ты не путай, мы уже рассказали про вот этот апд, ты его имеешь в виду? Так, проэль с апгрейдом на башенке, и Zero говорил, что с ним башни станут лайт-версией BBT. А, башню в осадке, точно, точно, эти висш. Как же мы могли забыть про башенку в осадке? Ну, мы её, кстати говоря, уже обсуждали перед началом трансляции, когда у нас рестрим был. Она просто вот так вот незаметно встала. Это действительно новый уникальный юнит, который позволяет нам, пусть он и довольно дорогой, 300 дерева и 160 золота. То есть, это, но он соперничает по дороговизне с бомбардами, которые 225 дерева стоят и 225 золота. То есть, фактически, да, это по дереву самый дорогой юнит в игре получается у нас. Если я ничего не путаю по поводу кораблей, там есть, по-моему, довольно дорогой корабль-черепаха и калеоны, но не суть. По-моему, всё-таки это самый дорогой юнит. Мы видим, что... что она делает? Мы можем посадить в эту башенку до 10 юнитов и перекинуть за стену, как, в принципе, и реальные осадные башни в далёком Средневековье. Таким образом, у нас появляется возможность как-то преодолевать, минуя разрушение стен. Мы можем закидывать юнита в противнику. Ну, например, если противник там засел окончательно у себя на базе, если он огородился стенами, то можно перекинуть 10 луков, условно говоря, и эти луки начнут вырезать юнитов. По мне, так это один из самых крутых. Одно из самых крутых дополнений, которое введено в игру. И на самом деле будет интересно посмотреть, как его можно реализовать. Хотя оно вроде как ещё работает с некоторыми багами, ну да ладно. Это у нас всё дело приходящее-уходящее. Теперь, наконец-то, переходим к берберам, о которых мы уже поговорили. То, что есть теперь скирмиши, а двойной стеной башни контрятся. Конечно, контрятся, то есть там у нас нельзя перекинуть через кучу-кучу стеночек этих юнитов. Но я думаю, что всё-таки при любой ситуации будет такое место, где можно будет использовать эту башенку. Так что это не особо актуально. Только вот эти осадные башни немного багованы. Плюс они вроде не перекидывают, если стена двуслойная. Они не перекидывают, если стена двуслойная, если за стеной стоит хоть что-то. Ну, например, домик какой-нибудь, как это часто бывает. Или рынок. То есть они не могут прямо в рынок тебя закинуть. Хотя с багами всё возможно. Итак, скирмиш. Элитный скирмиш на коне. Я думаю, я понимаю логику разработчиков, почему они добавили нового антистрелкового юнита. Потому что через лес нет по тому. Я думаю, что нет, хотя это потестить надо. Вряд ли это всё-таки как-то по-чисерски будет. Так вот. У нас есть контр-юнит лучником. Но контр-юнита СА, то есть мангудаем, то есть, например, новым юнитом, который мы увидим дальше. Естественно, СА обыкновенным, которыми играют в гунваре. Контр-юнита как такового нету именно по скорости. То есть они могут убежать от элитных скирмиш, они могут убежать и от коней, и от всего, чего только можно. Конные скирмиши во многом решают эту проблему. Мы можем посмотреть, что у них очень много здоровья. 50, заметьте. И это, я так понимаю, без седла. Я думаю, с седлом, если седло действует, оно должно действовать. Так, да, делается спид-хит апгрейд, спид и хит-поинтс апгрейд, атака, радиус броня в кузнице, атака и попадание в университете. Да, действительно, берберы чистая анти-монгол цивилизация. Монгол хрен ничего сделает берберам. Посмотрим сейчас более подробно. Так вот, получается, элитный же у нас имеет 4 брони, 55 уже здоровья. Иными словами, контрит изи кавалеристов, кавалерийских лучников и так далее и тому подобное. То есть, всю эту шелупонь и может именно в динамике это делать. То есть, не сидеть где-то на каком-то ресурсе и его прикрывать. А он может, например, переходить и... Ну, переходить от ресурс к ресурсу, даже, возможно, нагонять этих кавалеристов. Так, секунду, друзья, прошу буквально мгновение. И вернемся. Так. Так, так, так. И... что ж... Мы возвращаемся. Переходим чуть дальше, но прежде остановимся на вот этой плашке. Не многие, на самом деле, когда впервые заходили в игру, обращали на нее внимание. Тем не менее, мы этой ошибки не допустим, потому что очень она важная. Во-первых, это бонусы цивилизации. Кавалерийская и... Цивилизация флота и кавалерия, насколько я правильно понимаю. Так, этот конный скирм убивает всех стрелков, в том числе самих сирмов и не только ЦА. Естественно, я не говорю, что он только против ЦА. Он такой же скирмиш, только очень быстро. Я имел в виду, что конкретно ЦА он контрит в плане скорости. То есть он может догнать противника и уже надавать ему по щам там где-нибудь подальше от своей базы. Так вот, у нас быстрее двигаются вилджеры. Ну, сами понимаете, у нас крестьяне не всегда находятся статично у ресурса. И не всегда просто долбят, например, дерево или золото. Нет, они еще и передвигаются. Особенно это актуально для ферм. И вот это ускорение будет очень хорошо сказываться на экономике. Конные юниты на 20% дешевле. Но это уже гораздо интереснее, потому что это получается, что... Хм... Верно. Это у нас эдакий год на... Год от мира конюшен, скажем так. То есть у нас таким образом мы можем посмотреть... Кнайт... Кнайты... Кнект... Кнекты... Кнайты пусть будут... Стоят... Ну, 60... Где мой калькулятор? Будем считать. Мне очень лениво считать, друзья, самому. Ну, ладно, сейчас найдем что-нибудь подручное. Так, конные юниты на 20% дешевле, а паладинов нет. Верблюды зато. Зато верблюды и гусары. Это очень классная вещь. Привет, наш интеллигентный товарищ Жопа, или Жора с ручкой. Ускорение виллов Юзлес, у них идеи кончились зрято, так зрято. По экономике реально может помочь. Корабли двигаются на 10% быстрее. Ну, опять же, можно догнать противника и наказать его по всей строгости, если он пытается отступить. Больше, как бы, я не вижу смысла, но, естественно, еще лодочки могут убегать от противника. Далее, уникальные технологии. Ну, уникальных юнитов мы еще посмотрим. Одного мы уже посмотрели. И верблюд-наездник у нас тоже ЦА имеется. Не 60, а 48 еды. Да, да, не 60, а 48. А вот касательно золота, это гораздо актуальнее все-таки. Это у нас 75 умножить на 0.8. Это получается у нас 60 всего лишь золота. То есть, согласитесь, это хорошая такая экономия. Грубо говоря, по-моему, каждый 6-й юнит бесплатно получается. Поправьте, если я где-то ошибаюсь. То есть, по сравнению с другими цивилизациями. Далее. Итак, далее смотрим. У нас здесь имеется уникальная технология под названием Казбах. Замки команды работают на 25% быстрее. Ты понимаешь, это еще и командный бонус. То есть, Team Castles, а не просто Castles. И Magrabic Camels. Верблюды, подобно берсеркам, могут восстанавливаться. И, наконец, командный бонус. Конные застрельщики, конные скирмиши доступны в стрельбище. Причем всем игрокам из вашей команды. Отлично. Переходим к уникальному юниту Camel Archer. 50 дерева, 60 золота он у нас стоит. Уникальный юнит берберов. ЦА имеет кучу всяких апгрейдов. Но нам интересно здоровье. Итак, у него броня 0, броня 1, отстрел базовая, атака 7, радиус 4. Ну, знаете, все зависит от его скорости. Пока что выглядит довольно бесполезно, потому что мы видим сами, что радиус 4, он, в принципе, он такой же и у обычных ЦА. Но не стоит забывать то, что, во-первых, ЦА у нас стоит подешевле, если загунно, а не загунно. Другой, каждый пятый бесплатно, а не шестой. Ну, вот, значит, каждый пятый. Я говорю, я сейчас особо в математику не углубляюсь. Так вот, элитный же юнит у нас стоит, у нас стоит, в принципе, столько же, естественно. Удар, так, вот, здоровье у него 65, 8, атака, то есть получше чуть-чуть. Смертокогти, привет, антимангудая. Ну что же, кстати говоря, где это видно, где это написано? Что-то сильнее, чем обычный верблюд-наездник. Апгрейды. Рейшн спик, морезиста, большая защита от монахов, кстати говоря, их можно переделать. По скорости, когда обычные виллы пройдут 10 тайлов, то их вилла 1 с копейками, супер бонус. Когда у тебя виллы ходят 1000 тайлов за время твоей игры, это все-таки ощутимый бонус. Так что поверь мне. Это учитывая то, что всякие бонусы, типа, добывает на 15% быстрее, на 10% круче добываются ресурсы, это уже очень ощутимо. И здесь тоже, я думаю, все довольно неплохо. Вот бесполезный бонус, по-моему, был в предыдущем дополнении, это где у нас фермы быстрее на 50% засеивались. Посмотри, описание неэлитного там написано. Так. Ну, может быть. Так. Да, ЦА. ЦА с бонусом против ЦА. Интересно, он против самого себя имеет бонус? Если да, то, получается, клин клином вышибают. Мангудай в дальность тоже 4, а так такая же. И Мангудай имбат, так что зря, короче, ты про бесполезность. Не имел в виду по дальности, естественно, имел в виду. По здоровью, по-моему, там поменьше будет, чем у Мангудая здоровье. Остальное вроде все очень похоже. Переходим к следующей цивилизации. Эфиопы. Эфиопы у нас имеют ускоренную стрельбу у луков, то есть они на 15% быстрее стреляют. Получают, я так понимаю, 100 золота и 100 еды каждый раз, когда продвигаются в следующую эпоху. Вот это, на самом деле, я не совсем понимаю. То есть им кто-то дает сверху эти ресурсы или же еще откуда-то. Приветствую, биолог. Мы только начали. Сейчас плавно переходим к второй только цивилизации. Итак, пики и алибарды бесплатно апаются. То есть у нас экономия ресурсов, получается, и вы всегда будете иметь в запасе, ну, естественно, сначала пики, потом алибарды. Возможно, даже можно будет как-то использовать это в феодальных рашах. То есть, например, наклепал пик, залил там это все, добавил арбалетчиков, потом пики проапались, вы в итоге арбалетчиков прикрываете. Что-нибудь в этом роде можно будет попробовать использовать в теории, естественно. Шоттл Варьера, который мы уже любезно прозвали Ашотиком, у нас будет чуть дальше. Привет, печенек! Добро пожаловать! Рад тебя видеть. Командный бонус — это радиус обзора Line of Sight, если мне память не изменяет, башенок и аванпостов увеличивается. Этот бонус на 100 еды из золота шикарен для фасткассла. Кстати говоря, да, ты абсолютно прав. Особенно золота. То есть, еду-то еще куда не шло. То есть, можно где-то относительно быстро 100 еды надыбать, учитывая, если и не делать луму, то ап моментален. Подожди. Нет. Да, да, да. Все верно. За эфиопов на арене ап в замке для бума вообще идеальнее, если без лума. 100 голода плюс 100 при переходе в феодал — это очень клево, по-моему. В принципе, клево, но так или иначе, если ты делаешь фк на арене, именно без дальнейшего бума, то так или иначе, то тебе нужны, именно для раш, если тебе нужны юниты на золоте, как ни крути. То есть, все-таки придется их делать, и это небольшое, на самом деле, утешение. Но сэкономить секунд 30-40, я думаю, можно. К тому же ресурсы, возможно, даже с меньшей популяцией можно фк делать, потому что, смотрите, вы не посылаете сразу вот этих вот 2-3 юнитов на золото. Следовательно, вы экономите 100 дерева и 2-3 крестьян, вы можете послать куда-то еще на работу. Следовательно, можно сэкономить, ну, 1 фк популяции, я думаю, точно, то есть, фк, например, с популяцией 23. Согласитесь, звучит. И как гордо. Например, на еду. Психопаты, биологи, бродмеханики, печенеги, составщик. Да, к нам еще ярлы не подъехали, ярлы и князи тоже часто бывают на трансляциях. Итак, вот наш ашотик, Шоттл Варьер. 50 еды, 35 золота. Стоит дешевый инфантрия, быстрый, кажется, юнит, уникальный. Уникальный. Да, быстрый юнит, имеет много всяких апов, которые нам не особо интересны. Вот только смотрите, элитный Шоттл Варьер стоит 1200 еды и 550 золота. Это очень дорого. То есть, на самом деле, это, по-моему, один из самых дорогих апов. Ну, хотя я не уверен. То есть, стоит, насколько я помню, ап синих налетчиков, ну, рейдеров, 1000 еды и 800 золота. То есть, по золоту они перебивают. Ап на осадные анагры 1350 еды, кажется, и еще что-то. Но в сумме довольно мощно. Ну, как их можно в голд, на голд во время апа послать? Да, и об этом я уже сказал, True White Wizard. Это пехота, а не быстрый. Что с тобой, Грин? Я говорю, я не знаю. Не, про скорость мы уже говорили. То есть, с высокой скоростью продакшен. Я же говорю, у меня английский не очень. Особенно термины всякие. Окей, пехотный юнит. И мы его уже видели. Мы видели, что это пехота. Кстати, говоря, что про... Не, рейндж атаки у нас здесь нету его. Смотрим на элитного. Стоит он хоть своих денег? Ну, урон, во-первых, 18 базовый. Но чел слабый. У него нулевая. Броня. Причем оба раза броня. Оба раза нулевая броня. Это как Хускарлы, получается? Не-не-не-не-не. Хускарлы у нас имеют большую броню отстрела. А тут у нас оба вида брони маленькие. То есть, смотрите. Этот парень, получается, очень классно будет сражаться против слабых юнитов, против, например, осадки. Потому что осадка не может дать задачи против крестьян. Тем более, он очень быстро создается. Но сражаться им не вариант. Код VS Code 9. Абсолютно прав. Привет, кстати говоря, если мы с тобой не здоровались еще. Абсолютно ты прав. То есть, сражаться этим юнитом практически бессмысленно. Он очень быстро будет отъезжать. Далее, даже элитный юнит имеет у нас всего лишь 50 юнитов. 50 единиц здоровья. Это немного. Я имел в виду по скорости производства. По скорости производства, я думаю, он не сильно уступает самураю. Или, может, даже его превосходит. Так что, я думаю, что... Ну, Хускарлы, это если с фулап, там, с монеточкой, с анархией, тогда я думаю, да. То есть, с Готом тоже может поспорить по скорости производства. Дальше у нас, по-моему, ничего нет. То можем посмотреть, конечно, на дополнительные всякие апы. У нас очень хорошая экономика, например, у игрока. А потом поиграешь по сети за новые цивы. По сети, думаю, да, мы сыграем. Но это уже будет ближе к концу трансляции. Касательно университета практически полный. Только ББТ нет. Но еще бы в Африке были ББТ. Опять же, кузницы нету последней брони на коней. Полная абсолютно осадка. То есть, порох имеется. Здесь тоже все есть. Все есть. Монастырь. Но Редемпшена нет, значит, он крашить не получится уже. Хотя отбиваться, например, за счет примирения можно сделать. Коронки мы уже посмотрели. Так что... Так, Роял Херс и Шоттл Варьеры делаются практически мгновенно. То есть, мало того, что у нас имеется бонус базовый. То есть, они и так быстро производятся. Так они еще и коронку запилили на эту тему. То есть, получается, если у вас мощная экономика или вы играете по слингу, по слингу вы можете просто завалить противника этими самураями-камикадзе-хускерлами, которые могут просто за счет количества, за счет мяса перебороть противника. Опять же, решается за счет быстрого продакшена проблема с количеством замков. То есть, например, тут нету такой вещи, как у готов, что вы можете, например, уникальных юнитов делать в казармах. Но, тем не менее, вы можете за счет быстрого, очень быстрого производства это компенсировать. Ставите три замка, они работают, грубо говоря, как шесть казарм, например, условно. Далее еще Торзион Энглайнс. Осадная осадка, осадные юниты стреляют дальше. А вот это уже интереснее для игроков, которые хотят законтрить Корею. То есть, у Кореи, помним, по-моему, плюс три дальность анагров. Здесь получается у нас, ну, минимум плюс один мы получаем к дальности. И плюс один, плюс два получается у нас в итоге дальность этой осадки. Учитывая, что она полная, то есть очень полная, мы можем сделать осадные анагры. Это может законтрить, например, Корею. У зергов собаки дешевые, а эти собаки совсем дешевые. Да они дорогие, е-мое, слушай, это у тебя улетит сразу в труху вся экономика, особенно по золоту. Для сравнения чемпы, против которых, по идее, все воевать будет, они стоят 20 золота всего лишь, но 60 ютуб. То есть, получается, здесь почти в два раза по золоту шаталы, наши шакалы, они больше стоят, то есть дороже. И, естественно, у вас просто надо золото, не знаю. Наверняка вкладываться в экономику надо так же, как при создании, например, паладинов. Радиус атаки больше. Да, я про это имел в виду. Радиус атаки, то есть дальность. Или вы имеете в виду, что сплэш больше. То есть, например, когда накидывает... Слушай, а вот это вот интересно. Если это не дальность атаки, то это тогда уже скорее для антипехотных всяких заруб, то есть, или антистрелковых, если вот именно сплэш больше. Короче, эфиопа хрень, давай дальше. У атаки дальность и не радиус. Радиус это... Это АОЕ. То есть, получается, по сплэшу. Ладно, вместе вот разбираемся. Знал бы, что да как. Я думаю, все мы получше бы сделали. Так, Мали. Последняя африканская, чисто африканская цивилизация, которая нам сейчас будет интересна. Итак, и сразу же любопытно. Здания стоят на 15% дешевле. Это хорошо, особенно в начальных эпохах, когда вы можете себе позволить поменьше крестьян, например, отправить на... Ну, например, на лес. Так. Юниты в бараках имеют плюс один защиту от стрел в каждую эпоху, начиная с феодальной. Геймплей Брумастер, конечно, сегодня будет. Мы сейчас посмотрим. Да, мы уже купили. Мы уже посмотрели. Чё да как. Итак, что ж, давайте посмотрим, что у нас еще есть тут. Уникальный юнит. Это Гбету, как раз-таки первая его женщина-воин. Мы ее посмотрим обязательно сейчас. Тигуи. Таун-центр с фаер-эрроуз. То есть, у нас Таун-центр, похоже, по умолчанию будет расстреливать противника. Ну, сомнительный, на самом деле. Помнится, у Тевтонов были всякие заморочки с Таун-центром, что он покруче себя вел, но в итоге это ни к чему не привело, и его все равно особо не используют. Фаримба. А вот это уже очень интересно. Это очень интересно. Фаримба у нас... Кавалерия. Плюс пять атаки. Не, сценарий, я думаю, там долго раскачиваться. Мы будем, возможно, АДМ сыграем. Там посмотреть просто-напросто, что да как. Огненные стрелы УТЦ, что ли? Возможно, кстати говоря, это вот этот напалм, который закидывается с некоторых башен. Его называют огненными стрелами. Кавалерия плюс пять атаки. Да, Бортмеханик, ты все правильно понял. Это просто, на самом деле, что-то с чем-то, но, опять же, паладинов нету. То есть, вау, вау, вау. Хотя, на самом деле, эти кавалеристы, смотрите, у нас здесь базовая атака, получается, 12, а здесь у нас 14. То есть, получается, у нас здесь будет базовая атака 17. Это круче, чем паладины в некотором плане. И, естественно, я думаю, что можно будет попробовать поиграть, например, кавалеристами против паладинов. Как вариант. Тяжелый верблюд, кстати говоря, заметьте, что с этого дополнения упразднили императорского верблюда, который у нас был в конце, то есть, третий ап на верблюдов. Его решили убрать, потому что он слишком умбовый был. В принципе, и вот эти верблюда очень даже неплохо справлялись с паладинами и в оригинальной Age of Empires. Далее, смотрим, вот она, Хбетта. Хбетта, это тоже у нас пехотный юнит с большим радиусом атаки. У нее радиус атаки 5. Ну, мы видели, она кидает такие ножички, сюрикены, ножички, называйте, как хотите. Здоровья у нее, правда, немного, у нее всего лишь 30. Здоровья это еще меньше, чем у предыдущего пехотного юнита, который мы смотрели, у Ашота. Так что, на самом деле, вот эта тетка у нас будет еще быстрее отлетать, тем более, что и брони она тоже не имеет. Против лука сливается очень быстро. По-моему, у нее скорость передвижения очень быстрая. Да нафиг онлайн, из сценарии можно просто рандом карту против ботов, чисто тест. Тест мы сделаем, обязательно. Третий ап на вербу был только у индейцев были. Разве? Просто раньше вот именно эта иконка была у всех. У всех сделана, но не у всех она имелась. Вроде у индейцев верб чисто. Значит, его просто перевели в раздел уникальных технологий, уникальных апов. Что ж, ну пусть так. Потому что я вот буквально перед игрой специально просмотрел технологии и заметил вот именно это различие. Довольно странное, на мой, как мне оно показалось. Что ж, ладно. Гбету мы, я думаю, уже прошли. Еще элитную давайте посмотрим. Ну, 45. Вот здесь она поздоровее становится и атака увеличивается. То есть вот здесь есть смысл делать ап на элитную гбету. Тем более ап не такой дорогой. У нас всего 900 еды и 600 золота. То есть, видали мы апы и подороже уже даже на этом стриме. Я думаю, для быстрых каких-то атак против пехоты, опять же, можно ее использовать. В принципе, это как аналог топориков у французов. Только или у сарацин на милюке. Вот я думаю, это и нечто из подобной серии. 14 атаки и 6 рейндж. Да, то есть это очень солидно. И это делает всякие топорики и верблюдов довольно-таки серьезно. Но маленькое здоровье. Возможно, еще, кстати говоря, все вот эти вот показатели, они будут видоизменяться. Как-то там усиливаться, ослабляться. Это, я думаю, мы увидим. Ну, Фаримба, атака кавалерии, кстати говоря, довольно дешевый ап. 650 еды и 400 золота. И 200 и 300. Стреляют у нас огненными стрелами таун-центры. Ну что же, сомнительная, на мой взгляд, вот эта вот серебряная коронка. Ладно, переходим к последнему. К последним. Ребятам португальцы. Все юниты стоят на 15% меньше золота. Это, знаете, это вот можно теперь золотом, которое накопилось, просто обмазываться. Потому что его может накопиться огромное количество. Начиная с дарковой эпохи, если вы будете по 15% экономить, ну это шикарно. Более жирные корабли. Плюс 10 хп у каждого. Ну, это у нас плюс 13-16 где-то. Бонус по здоровью. Далее. Может строить Фитория в имперской эпохе. Что это такое, мы увидим позже. И вот, внимание, уникальный юнит Органган. Первый уникальный осадный юнит, друзья мои. Его мы тоже сейчас увидим. Посмотрим, я думаю, даже в бою. Итак, Каравелла это боевой. По португалье стопцевый. Я думаю, ее надо нерфить. То есть, она столько всего имеет. У нее куча пороха, у нее вот это Фитория. Ну, хотя Фитория это шлак. Мы сейчас поймем это довольно быстро. Итак, далее. Уникальные технологии. Карак. Корабли имеют плюс 1 брони. И аркебас. Пороховые юниты. Могут использовать баллистику. Вот это, кстати говоря, интересно. То есть, раньше они не могли. И, естественно, был процент промаха. То есть, когда, например, янычары дают залп. И просто не попадают. Даже если юнит стоит на месте. Потому что разброс большой. Теперь же у нас получается, что это просто им поставили аймбот на пушки. И они теперь расстреливают всех. Даже птицу могут с лету сбить. Не огненными ТЦ стреляет, а стреляет без жителей. Все-таки, смертокога, да. Изначально наша версия оказалась правильная. Так, смотрим на каравеллу. Уникальный юнит. Третий уникальный юнит на воде. После корабля черепахи и галеры викингов. Португальский уникальный юнит эффективен против большого флота. Потому что может наносить аркебузы, наверное. Ну, может быть, и аркебузы. Так, аркебуза. А, кстати говоря, у нас, кажется, Сокольничий писал про аркебузы. На прошлом, правда, стриме. Итак, это же что-то типа Скорпиона. Все верно. Все именно так. Аркебуз, арбалет с подобием ствола. Благодаря чему он мог стрелять стрелами-болтами и пулями сферической формы. Фейтория в пост-импе клевая тема. А если еще и с реликвиями, то по голду вообще крутяк. Ну, вот сейчас я расскажу, почему я считаю ее шлаком. Но сначала элитную кавалерию посмотрим. О, каравеллу. Элитная каравелла у нас. Да, это Скорпионы. Все верно. Это у нас Скорпионы на воде. Я думаю, надо будет вот Мас с Галеоном, например, спасаться от этих элитных каравелл как только можно. Потому что, на самом деле, большой флот может быстро отлететь от маленькой кучки каравелл. Итак, смотрим. Большая защита от монахов. Далее у нас... Ну, это у нас про апгрейд. Про апгрейды. 150 здоровья, 7 атаки. Радиус 7 тоже. И у нас защита от стрел 8. Переходим к Галеону, с которым мы сравниваем. 165 брони, 8 атаки. Тоже 7 дальность. Ну, знаете, по-моему, очень похоже. Да ладно. Так, кстати, Аркебуза так назывался дополнительный апп на канониров в самой первой версии АОКа, которая Век Королей. Не помню, что-то это в аппе уже совсем. Увы. И вот Феутория. Феутория действует примерно как реликвия. Довольно дешевая. И производит по одному... По одной единице ресурсов в секунду. То есть, одна единичка еды, единица дерева, единица золота, единица камня. Вот что. Привет, мистер Мун! Добро пожаловать на стрим. Итак, Феутория хрень. Я за эти 20 поп лучше сделаю 20 повозок. Ты абсолютно прав, биопсихопат. Именно поэтому я не считаю ее крутой. Итак, мы рассматриваем, обозреваем новое дополнение, которое вышло буквально вот... Сколько минут назад там? Вау! 45 минут назад оно вышло. Даже, может быть, чуть-чуть побольше. Но меньше часа, в общем, мы его обозреваем уже. Итак, мы можем заметить, что это очень жирное здание. Как можно заметить, 5200. Такого стартового хп, по-моему, даже у замка нет. Замка 4800 базово. Вот, может быть, чудо как-то сравнится. Нет, у чудо тоже 4800. В общем, Феутория это очень жирное здание, которое можно как-нибудь использовать. С ним у меня связано сразу несколько вопросов. Что будет, если построить Феуторий больше, чем поп-лимит? Что делать, если, например, мы построили Феуторий, а потом поп-лимит уменьшился? Можно ли как-то еще обойти вот этот запрет? То есть, например, мы перевербовали юнитов. Будет ли Феутория тогда работать? То есть, можно, например, сначала сделать юнитов, сделать эти Феутории, потом... Не-не, например, построить армию, потом сделать Феутории и просто обузить. Так, укурились в конец, какая Феутория? Феутория это, которая генерит ресурсы. Я не знаю, на самом деле, что это значит в реальной жизни. Кстати говоря, вот еще такое размышление. А что, если слингующий игрок возьмет, да и поставит просто 10 Феуторий и забьет, и уйдет пить чай на кухню. Потом приходит... У меня накопилось там за 5 минут по 300 ресурсов. По 300 каждого ресурса с вот этих вот 5 Феуторий. И он просто берет и скидывает. Знаете, это получается самая непыльная работа. Стрим. Угадайте, у кого электричество вырубили. Хм, у тебя. Я прав? На некоторые... На каждые 20 лимитов можно построить одну Феуторию. Да, на каждые 20 лимитов. Но это до хрена. То есть, посудите сами. Тратить 20 лимитов, 20 крестьян, я не знаю, что. В ТГ играх это либо работа на слинг, либо просто... У нас будет Феутория, а слово феи. Вовчина. Или ты не любишь фей? Ужас. А у португальцев есть ББТ? Да, есть. Вот, кстати говоря, они. Так вот. Еще такой важный момент. Это может быть актуально в дуэльных играх. То есть, смотрите, если сражения происходят уже очень упорно, и вам нужно А. золото, и Б. вам очень нужен камень. В то время как очень много дополнительных ресурсов уже имеется. То есть, у вас куча еды, у вас куча золота. В пост-импах Феутория может пригодиться именно как источник камня и источник золота. Дополнительный. И вот это, я думаю, ее главное назначение, а не то, чтобы заменять ею крестьян. Хотя, например, если вас могут рейдить, например, те же самые орлы, то легче поставить пару Феуторий, чем ждать, пока вам вырежут всю экономику. Для тех, кто не умеет ставить экономику. Ну, знаешь, да импов еще дожить надо, кот дорогой наш. Я, к сожалению, не читал, что там у нас написано. Так, Феутория, много-много букв про Феуторию. Ладно, пропустим. Кто хочет, ребят, почитайте. Там, я уверен, очень интересно Артемон кинул. Может, там апы есть. На Феуторию, по-моему, нету никаких апов, но я думаю, это было бы сильное имболо. Так, смотрим, что у нас еще тут имеется. И, конечно же, Орган Ган. Тоже очень интересная вещь у португальцев имеется. Уникальный юнит португальцев, осадное оружие, которое стреляет пулями. Волей не знаю, короче, залпом пуль, возможно, таким вот веером, как можно заметить по картинке, по миниатюре. Есть куча апгрейдов. Смотрите, у него 60 здоровья всего лишь, казалось бы, но 116 атаки. Есть броня, и причем от лук броня, и от стрела неплохая броня, и от непосредственного воздействия. Нет, нет, нет. Гугл-переводчик говорит, что Феутория завод. Ну, завод. Нет, не картич, по идее. По идее, бьет конкретно по одному юниту. Хотя не уверен, мистер Мун. Далее, смотрим. Ну, тут по осадке все весьма печально. Ничего тяжелого у нас нет. Зато есть бомбарды. ББТ мы уже смотрели, проверяли. Ну, и экономика. У нас только последнего апа на золото нет. Все, в принципе. Мы рассмотрели абсолютно все цивилизации. Я бы с удовольствием, на самом деле, с ними поэкспериментировал в Map Editor. То есть, отсюда мы выходим. Сейчас будем пробовать эти самые новые цивилизации. Ну, ладно. Раз уж не получилось сделать чего-то эпичного, улучшенную пушку не показал. В смысле, не показал улучшенную пушку. Которую именно. Не знаю, зачем именно так запускают древо технологии. Ну да ладно. Так, улучшенную пушку это которая? Ты имеешь в виду элитную? Компанию проходить будешь? Да, но не на этом стриме. Возможно, на этом стриме мы и начнем что-нибудь. Но в целом будем в будущем проходить. Я думал, с понедельника можем крепко засесть. Так, португальцы. Да-да. Буду, буду. Так, вонган. Я пропустил. Можешь повторить. Что за новая приколюха в универе? Это у нас ап для стрел. То есть, улучшает уничтожение... Ну, улучшает урон от вот этих вот башен. Не знаю, правда, на сколько. То есть, можем, кстати говоря, сейчас это затестить, проверить. Как у нас в пост-эмпах поведут себя башенки к чьей-нибудь. Но это так, опционально. Касательно органгана. Последнего 70 атаки, 70 здоровья, 20 атаки. Броня от стрел увеличилась на 2. От юнитов осталась такой же в районе 2. А всем целым доступна осадная башня? Да, всем целым она доступна. Это, в принципе, такой базовый юнит наравне с Тараном, Анганеллом и Скорпионом. Думаю, если есть вопросы по древой технологии, говорите. Пока что мы переходим в другое немножко направление. Да уж, это был какой-то странный баг очень. Итак, что нам в первую очередь интересно? Во-первых, корова. Не-не, корова, ладно. Вот у нас элайт к бето, например. Как же тут убого реализована система с перемещением. То есть, это меня, если честно, очень сильно вымораживает. То есть, давайте вот, например. Петок к бето против десятка чемпионов. Естественно, оба игрока сейчас отправятся в имперскую эпоху. Пост-империал-эйдж и Плеер-1 пост-империал-эйдж. Естественно, оба они становятся... Кто-то у нас где-то малейцы, да? Где мой коммент у тебя на стриме? Ну, значит, пролистал про дублирующие. Я забыл, у кого там в замке апы инстанта создаются юниты. Но если этот гаврикат бумит, то будет бобо. Да, это, знаешь, очень похоже на самураев на самом деле. То есть, самураи тоже очень быстро создаются. Давайте проверим, как у нас тестируется это все. Ну, знаете, это точно не антипехотный юнит. Не. То есть, разве что микрит. Кстати, бара бегают-то они быстро, и поэтому микрит-то можно попробовать бабками этими. При желании, в принципе, противника разбирать можно. Как мы видим, интересно, органы бьют, бьют ли коней и хусков. Сейчас попробуем проверить. То есть, против пик у нас зеро тестил. Ну, в общем, я думаю, все понятно. То есть, при грамотном микро очень классный юнит, в частности, можно размихривать таким образом осадку. То есть, смотрите, у нас урон хороший имеется. И осадка, например, особенно вражеские... 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 А, ты откуда? Стреляют медленно. Стреляют медленно, но за счет скорости, я думаю, очень быстро. Можно убить. Ну, у нас они будут молиться. Хотя я не помню, я вот говорю, я не помню. А откуда они? Сейчас я еще путаюсь в этих цивилизациях. Единственное, помню, что орган-ган это португальцы. Так, ну давайте-ка, возьмем ластик. Убираем этих теток. И берем орган-ганы. Оооо, сколько у нас тут всего. А, нет, давайте гбета сначала. Не-не, давайте все-таки орган-ганы. Зеро сказал, что гбеты это типа рейдеров, орлов и скаутов для поздних игр. Но, знаешь, я поспорил с этим, что это как орлы. В том плане, что они уязвимы отстрелы все-таки слишком сильно. То есть, я вижу их применение как уничтожение осадки. Я вижу их применение как подобное уничтожение, подобное микро. Для рейдов под таун-центрами они лягут сразу. Поэтому под ТЦ их бить смысла нет. Так, орган-ганы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ай, черт возьми, что мы мелочимся? Итак, это за плеера один, а за плеера два у нас будут играть чемпионы. Так, чемпионы. Так, ты по связи еще и в домике понапоказывай. Мы это обязательно сделаем, но в следующей части стрима сейчас мы пока что проверим, что у нас есть с военными бюнетами. Итак, ну вот, смотрите, какое соотношение. Я думаю, что весьма красноречиво это говорит нам. Потому что у нас сейчас будет заруба. Итак, ну как вы видите, они не с первого залпа сносят всех. Если не микрить, то ребят начинают отвлекать все. То есть это не такой мб-юнит, каким, возможно, он хотел показаться. Очень, очень медлительный. Не, поставь палок, чем посадил, скорее всего. Труайтвизор, ты молодец-то. Чего время это написал? Точнее, это сообщение появилось. Чего время. Так что, ребят, слушайте. Что-то ребят-то отлетают эти. Кстати, мы же хотели посмотреть башенки португальские. Так, у тебя не этапа португальского. Подожди, так по идее же мы ставили... Ага, да, точно мы не поставили португальцы. Сейчас проверим действительно еще с португальским аппом. И они не элитные. Стоп, в смысле, не элитные. А, точняк. Да-да-да, я понял свою ошибку. Сейчас исправим. Сейчас исправим. Ээээ. Элайт органган нам нужно было проверить. Вот. Итак, ну давайте как-нибудь. Так мы сделаем. Так, мы не гуда и салют. То есть слишком много чем попрост. Давай вот еще два бонусных органгана им дадим. Что еще у нас имеется? Точно в плееры заходим. Плеер один у нас должен быть не малеец, а португалец. Все, вот теперь можем тестировать. Делай один органганганг против нескольких. Посмотрите, есть ли сплэш. Сейчас сделаем мы это, я думаю. Заметьте, что у них нету дальность к атаке. Плеер один органганганг. Они могут в упор стрелять. По идее, вот теперь у них есть баллистика. Ребят теперь элитные. Или нет баллистики? Что же у нас сегодня, слава богу-то? А, по-моему, баллистики нету опять. Хотя вроде я ставил пост-импы, но по-моему, я немного не тому игроку поставил их. То есть, смотрите, плеер. Нет, вроде пост-импыриал. Странно. Очень странно. В пост-импах, но... Ладно. А, точно, это осадка, в принципе, все верно тогда было. Что ж, в таком случае удаляем сейчас юнитов. Хотя нет. Зачем нам удалять? У меня есть еще такое желание посмотреть, как у нас... Помните? Чемпов много, но значит они не имба все-таки. Не такое, что просто разносит все. Но сносит чемпов норм. Мне показалось, если они в упор не стреляют. Они, по-моему, стреляют в упор, Дим. Так, смотрите, фейтория. Ну, во-первых, фейторию. Посмотрим, сколько она одна будет наносить урона дальше. Фенс. Ух ты, это что такое? Ху! Это что такое? Зацените, какая ограда классная. Норм, норм. Что еще у нас есть? Ну, это понятно. Это юрты. Ну, или какие-то такие халупы. Разной степени убожества. Это вот совсем что-то печально. Далее. Дворец. Выглядит красиво. Чудо, кстати говоря. Португальское. Морское укрепление. Это уже похоже что-то из сценариев. Storage. Tent. Нет, нет. Все технические такие. Здания. Так. Зато эти органы крутые против луков. Ну, кроме мангудаев. Кстати говоря, да, у них очень хорошая защита и дальность большая. Так. Фитория. Фенс. Мы уже смотрели. Мы хотели посмотреть, что там у нас с аппами. Точно. С аппами на башенке. Аппы на башенке. Это у нас значит tower. Тип. Temple of Heaven. Tent. Town Center. Trade. Тип. Ладно, давайте keep тогда поставим. Не будем париться. И call them and attack. Напомните, друзья, помогите мне. Я забыл, как называются по-английски у нас эти башенки. Так, ну замок, кстати говоря. Замок я, знаете, какой бы сделал. Хотя ладно. Мали. В цивилку будешь играть с подписчиками? Хиврич, привет. Мы играли этим летом. Я думаю, до следующего лета точно нет. Слишком уж много времени она занимает. В цивилку точно нет. Во что-нибудь другое возможно. В частности, в Age of Empires мы постоянно с подписчиками так или иначе, но пересекаемся. Даже вне стримов. Так. Buildings. Buildings. Bombard Tower. Вот, Bombard Tower есть. Fish Trapper. Тут, 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 тут. Домик. Lumber Camp. Много всего интересного. На самом деле, именно, с точки зрения, как они это все и в итоге используют. Монумент, монастырь. Морская башня, морская стена. Угу. А реального ничего нет. Тахвай уже розыгрыш, дополнение. Дополнение. Давайте, знаете, как поступим? Мы сейчас сыграем в... Deathmatch. Посмотрим, кстати говоря, что у нас есть в... Или просто игру какую-нибудь. Не, просто игру, я думаю, здесь сыграем. И будем разыгрывать дополнение. Договорились, друзья? Между тем, те, кто еще не принял участие в розыгрыше, вы еще можете успеть. У нас имеется внизу в описании трансляции ссылочка на группу vk.com.ru Там закрепленная запись Arrow Tower может. Может быть. Ладно, пофигу уже. Уже пофигу. Давайте дополнение. За кого хотим играть? Я бы не отказался, если честно, за португальцев сыграть. Map style, location, capture the relic, Deathmatch. Кстати говоря, еще такая вещь. У нас неожиданная смерть. Добавилось еще такое... Еще новое дополнение. Нет, в кс я не могу играть. В смысле, в кс. А почему тут кс? У нас стим. Просто. И мы разыгрываем не для... Не какие-то ножики для кс, а мы разыгрываем это самое дополнение. Давайте, кстати говоря, еще поговорим о карте. Потому что карты у нас тоже новые добавились. Ну вот, например, за берберов даешь супер коней. Окей, берберы так берберы. Вообще, народ, давайте, решайте. Ой, в ВК, а в ВК, ну, никогда не поздно зарегистрироваться. Ну, или купить уж тогда. Давайте посмотрим большую карту. Игра неожиданная смерть. У нас появились специальные карты. Много специальных карт. Которые мы еще сейчас, естественно, будем смотреть. Imperial Age. Популяция 500. Это базовые настройки. Mainherst. Так что можно изменять. Тут у нас сколько, да, 500 максимум. Так, Difficult. Reveal. All Visible. Давайте посмотрим, что у нас тут будет. Ну что же. Поехали. А я же вроде бы как стартовую эпоху изменил. Ну что же, напутал я. Вторую циву тоже новую возьми, а не бритов. Поздно. Надо рейд делать. Тут у нас проблемы имеются. Ну, смотрите. Что у нас тут в равнинах базово? Приветствую, Чапучила. Добро пожаловать на стрим. Базово у нас имеется парочку любопытных моментов. В частности, здесь у нас есть очень близкое расположение к таун-центрам. Абсолютно все ровное. И не так уж много зданий, которые, ну, Dragon 3. Короче, деревьев. По мне так, ну, среднее количество. Несмотря на то, что они очень так крупно выглядят. Чайки какие-то летают еще. Пеликаны. В общем, дезмач у нас как-то не сдался. Не странно, почему-то у нас он не запустился в новом формате. Так, спокойно. Ну, чарты мон. Давайте посмотрим, что у нас было не так. Стандарт гейм. Ну, вроде как, ну, ending age. А, это конечная эпоха. Стоп. А может, стандартную? Difficulty. Difficulty старт. Hard. Азапплэрс 2. Приветствую, тренировар. Нет, я не мял эпоху. Там еще с погодой такая фич, что можно указать последнюю доступную эпоху. Ты указал начальную, стандартную. Все, я понял тебя. Я... Я натупил. Так. Difficulty. Стоп. Ты указал начальную, стандартную. Стартинг эйдж. Тоже пост империал. Так, стартинг эйдж. Он что, для того, чтобы овцы не убежали. Так, давайте теперь выберем эфиопов, малийцев и португальцев. Как он такой набор игроков? Джентльменский, я бы сказал. Империал поставить сейчас все будет. Да-да-да, мы уже поняли. И не Sudden Death, а Deathmatch, чтобы мы могли его больше всего строить. И не Open Plains, мы их уже посмотрели, а, например, Frontline. И давайте нам в Тиму кого-нибудь. Вот как-то так. Sudden Death. Sudden Death это у нас на уничтожение таун-центров. То есть вместо короля мы гоняемся за таун-центром, который стоит, естественно. Его можно снести. Ну, короче, бред полный, на мой взгляд. Потому что все будет опять сводиться к завоеванию, к защите и так далее и тому подобное. О, да. Вот теперь мы видим, что все весьма красиво. Итак. Ну, давайте тут же. Эй, мы выбрали самую казуальную цивилизацию. Они не нарисовали для берберов ничего. Ну, ладно, давайте хоть что-нибудь построим. Да, они не нарисовали ничего для берберов. Как же так? А вот здесь все видим очень красиво. Молиться. Все очень классно. Вообще карта. Давайте посмотрим на нее еще. Фу, скролл. Поменяй скролл. А как его поменять-то? Я не знаю, как менять скролла тут. Тут у нас союзник строится. Тут у нас, по-моему, враг строится. Так, ну что же, давайте наших суперкрутых юнитов делать. Ах, да. Как мне не забыть. Слоники у нас имеются, но берберы равно сарацины. Ну, так, блин, а что им тогда у нас у берберов сарацинов столько сил? Кстати, зебра у нас вместо оленей тут, похоже, бегают. Новые текстурки фруктовых пустов. Касательно леса, он тут классический. Так, мы не перепутали ничего, надеюсь. Нет, перепутали все-таки. Все-таки тут у нас надо вот так делать. Ну, естественно, посадочку давайте добавим. Да уж, парни тут тоже начинают раскладываться уже. О, кого мы видим, посадочка уже пошла. Кстати говоря, неплохо так, как эти ребята раскладываются. Так, зебру убивать жалко. Асланов не жалко. В лесу как будто залежи золота. Не как будто они там, естественно, есть. На них еще докопаться надо, их там не так уж много. Еще тут у нас раздельно все скалами. То есть очень трешовая, на мой взгляд, карта в этом плане. Слишком даже трешовая местами. Ой, это замок, пас. Блин, знаете, как красиво все-таки они все сделали. Вот что-что, а красота у них шикарная. Так, это у нас португальцы. Ну, португальцы знакомы, я думаю, многим по оформлению. Э, а разве не у перперов обкрыть на атаке на коне? Вот и я тоже подумал, что не у них ли, но похоже не у них. Башенку, кстати говоря, можем сделать. Слонов можем поубивать. Вот он так красиво падает. А у нас вот не начинают убивать. Ну ладно, мы сейчас на самом деле любимся. Мы никогда не играли ничего подобного. Итак, мы видим, что здесь у нас пятым пунктом добавляют Скирмеши. Очень привычные. Так, слушай, Жора, или как у тебя? Помолчи, пожалуйста. Не агрессируйся. Не обострей ситуацию. Когда открывать будем? Открывать будем после того, как посмотрим на цивилизацию. Кстати говоря, там, по-моему, было показано два вида цивилизации. Я что-то путаю на скриншоте. Помните, я скидывал в игру? А, вот, кстати говоря, против нас губета пошли. А, башенька. Ну, кстати говоря, она не такая быстрая, как я думал. Скирмеши пошли. А, такое трешовое мясо на самом деле. И так непривычно, знаете, играть после... А, давайте мы идем в игру, не будем. Чего мы тут что-нибудь тут? Будем еще делать из себя видствелевых чуваков. Не. А у Е все равны. Как интересно, а слоны такие же шустрые, как кабаны, если... Да, слоны такие же шустрые. Вот зачем они тогда вводят в задушки? Понятно. Какой зарубой идет. Не шуточная. И так, направляемся днем сюда. Сейчас будем отбивать потерянные позиции. Союзникам дают. Сыдвери очень быстро, если ребята бегают. Орган гамок, сыдвери, завезли. А, полок, сыдвера, пусть шестится. Сыдвери, ни у одного пармера в половину. Это монастыр, окей, ладно. Мы много не знали. Ну, а что происходит, друзья? Я не узнаю и половину юнитов. А вот, все говорят, таунцентр, который сам по себе стреляет. Узнаете его? Ты говорил, научишься заказывать юниты, сразу станешь 5к. На стриме я уже сракую, тем более здесь. Потому что я не представляю, как у нас тут что-то может делать. Все говорят, заметив спам таунцентра, у нас противника. Все говорят, честно, это правильно. Это отчасти правильно, а лучше отчасти. Так, ну что ж, похоже, уже конец нашему крайне недолгосрочному управлению. Может, мы уже теряем еще одну территорию, да? Сейчас тут стримки, но потому что это здание для подавши на строй. Все, наверное, они достаточно быстро, похоже. Все, наверное, достаточно хорошо это контроле. Он там пишет, помогите врагу в моем городе, хотя я там никого не вижу. Он тут нас очень серьезно присутствует, на самом деле. Ну, понятное дело, что тут стрелковые юнты, но еще когда осадки не очень. Привет, Иван Бушков, добро пожаловать. Ну, конечно, умерла. А если что, по-твоему? Ну, так? Случайно? Сами находили? Ну, и дальше жили этих живых. Золки больше, сейчас поздравляю. Иди, опровал еще. Тут замесы идут. Блин, где ж все-таки это же... Плюс 5 атаки. У нас там броня, а? Плюс 5. А вот, не дали. Едем мало. Ну, точнее, как-то тройно. Сколько еще стрим будет? Ну, я думаю, часа полтора точно. Сейчас еще, я думаю, много всего сумеем посмотреть. Во-первых, хочу посмотреть еще новые карты. Ну, конечно, они сейчас начинают на старт. Сейчас уже. Какой трэш производит? Я понятия не имею, что я творю. Этот бот умеет торговать на рынке, что? Так, так, так. Что у тебя дня у тебя плюс 30 часа? Рефлекс. Купый рефлекс. На самом деле, они, правда, у меня особо-то не нужны. Может, они там, а потом все равно. А что, знаете, бот, по-сам-другому, гораздо круто. Хотя я не знаю. Ой, как же это. Какая-то тут долгая система с мишкой. Я вот просто плаваю вот так. Воу. Я не знаю, что они хотели этим сделать. Но, по-моему, они ничего хорошего в итоге не запилили. Летел, пожалуйста, себя громче и не тиши чуть игру. А, окей. А так, в порядке? Опять же, я не вижу, почему-то ни у кого осадных таранов. Хотя должны быть. Парень у нас здесь потухливый. Ну, сейчас. Строн. Мы пробьем сейчас. Наш бот. Наш бот стронка. А, нет. А, нет. С одной, наверное, подбегали. Вот и наш бот подъехал. Там, кстати говоря, на заднем плане еще музыка играет всякая. Я специально поставил режим «Все видно». Так что можем понаслаждаться зрелищем на самом деле. Итак. Что именно сделать? Я уже потише игру сделал. Могу, в принципе, здесь еще. Options. Здесь чуть-чуть буквально. Окей. Это я уж у себя скорее ее заглушил. Давайте куда-нибудь сюда вот направим лунитов. Слушайте, а наши, ребята, неплохо-то. А, смотрите, что у нас происходит. Орган-ганы. Трейд? Слушайте, откуда у бота мозги на трейд? Я поставил... Оно само. Я не ставил его. И конюшник, кстати говоря, классный. Но только это, по-моему, не мои, немного клятят. Вот вражеские конюшни. Ну, а вы же вражьи морды. Так, ну давайте как-то отсюда еще застраиваем. Продолжаем пытаться держать марку. Так, полных скирмешей майса, смысл. Тут у нас, по-моему, хардосадка есть. Нет, но с Орган-ганы. А Орган-ганы контрят этих скирмешей. Так, пробовал ЛК использовать. Это значит, что вот немножко простил систему. Вот. Красные враги. Остальные наши. Мы сами синие. Мы достраиваем быстрее, что ли. Вечно. Поехали дальше. Под свободное, или даже появление в стиле, там, более продвинутые, чем обычные люди. Ну, и хорошо, если так. Слушай, молодцы. Что сделали? Что сделали? Попродвиньте ботов. Где там трейд-то чел поставил? А, ну он не с краю поставил. Так что я сомневаюсь у его устных способностей все еще. Ну, и я сейчас туплю. Потому что я не вижу, где рынок. Я его еще не знаю, как он выглядит. То есть, самое забавное. Интересно, почему, кстати говоря, монастырь только белый, а все остальное такое одноцветное. Вот это была проблема, на самом деле, в прошлой игре. Что не отличить. Правда, это лжи. Так, давайте посмотрим по линии трейда. Вот он нашел. Я нашел его рынок. Ну, понятно, рынок немножко не очень. Ворота? Почему ворота? Нет, все равно умер. Ну, комер, парень. Так, как-нибудь сделаем. Тут нашел начинает сносить. Бей на так, бей какой-то там Педро. Педро это тот из этих. Который из этих. Так, это да. Обычно в Малаке я 1 на 7 при сложных ботах норму дать. 4 на 4. Афе 4 на 4 в среднем чуть ли не сложнее. Вот. Все-таки улучшили они ботах на Малаке. Если так, я рад за них. Так, здесь у нас замес. Органган. Слушайте, намашенные. Намашенные. Органган довольно неплохо себя показывает. Ну, и противник, кстати говоря, тоже неплохо себя очень показывает. А что это у нас там застрилили? Законюшни какие-то непонятные? Понятно, до них не дошли. Так, а монастырь? А монастырь. Все же у Малейцев отпад. Вот это-то? Да, мне нравится. А еще у них все классно. Очень красиво все нарисовали. Правда, говорила, что Вайпер слил 3 ботам из Суе. Это я не слышал от него. Может, тут забыл уже. Нужно больше зданий. Кстати говоря, неплохо начать добавлять все эти здания. Это у нас с едой проблемы большие начались. Военные юнты появились. Хоть в небольшом количестве. Хоть в каком-то. У нас сражение идет. У нас так как ЛК. Ну что ж, друзья. В сражении 2 на 2 бот себя очень неплохо показали. В Органганы вышли. Мы в итоге не можем контрить. У Саркса дворя. А где они золото берут? Так, ББТ мы видим. А золото я не вижу. Где они берут? Чего они еще живут? У нас с кавалерией, в принципе, на этом все заканчивается. Наше доминирование. Наше доминанство. Так что... Я думаю, что тут все понятно. Ну что ж. Выглядит все очень и очень красиво. Мне это нравится. Если говорить, у кого-то пытаются эти ребята убить. Попробуем сейчас у Вербург выйти. Чтобы хоть что-то попробовать сделать. То у нас кто бы подумал, но проблемы у него с едой. У меня вопрос в том, что они все времены. И народ за португальца. Думаешь? Я вот не вижу ни одной фактории в его исполнении. А, нет, вот есть одна. Фейтория. Может даже две. Не, вторую я что-то не вижу. Так что одна. Одна Фейтория имеется. И Вербург. Даже Вербург нас, похоже, не спасут. В данной ситуации. Даже в таком... Хоть даже в таком небольшом количестве. Друзья, конечно, я напоминаю. Не забудьте поучаствовать в нашем конкурсе. А то осталось совсем немного времени. И вы можете упустить возможность. На самом-то деле. Получить на халяву это дополнение. Которое мы вот-вот будем разыгрывать. Ну что же. Давайте тогда выходим отсюда. Тут, я думаю, все понятно. Ну что. Как вам оформление? Внешний вид, так сказать. Новые чок-боты-враги вообще не хотят убивать, чтобы убивать требу твоего союзника. Кстати говоря, да, очень долго они продержались тут. Хотя могли. Что за конкурс? Бро-мастер. Кстати говоря, можно закинуть вновь в ВК. Конкурс спецом для любителей Age of Empires. Сам, кстати говоря, если мы посмотрим, сейчас 90 человек участвуют. Вы можете стать тем самым счастливчиком из 90 человек, которые получат Age of Empires себе в руки. Буквально пощупает их. Ловите, ребят, на Гудгейме. В Твиче. Воз из Хэрлос. I'm sorry, Attila Rui, I don't speak on... О, черт. Shit, я перепутал. Я перепутал. Я пошел. Я пошел на чужой стрим. Короче, кинул туда случайно ссылку. Ладно, все, надеюсь, меня там не забанят. Я могу там удалить сообщение? А, уже нет. Ладно. И последнее, это, естественно, SK-2-2. Ловите. Собственно говоря, правило конкурса. Вступить в группу, сделать репост и поучаствовать таким образом в конкурсе. У вас есть шанс выиграть. Так, от павика оформления нарисовали всего один новый стиль. В домиках в прошлом аддоне было больше новых текстурок. И я, знаешь, я на самом деле рад, что меньше текстурок стало, как бы это странно не звучало. То есть, во-первых, давайте посмотрим на общее оформление на внешний вид. Кстати говоря, потому что нас уже добивают, да? Да, нас спокойно добивают. Ну, смотрите, даже несмотря на то, что идет урон, не сильно падает здание. Как бы, как ни крути. Итак, выходим отсюда. Я хочу пока что, у вас еще есть шанс поучаствовать в конкурсе. Мы скоро будем разыгрывать. Мы посмотрим еще парочку карт. Не будем в них играть. То есть, Far Out, например. Что это такое? Просто из интереса. Приветствую, Error 404. Рад, рад, что тебе нравится обнова. И вот, кстати говоря, Суловский, к твоему вопросу о текстурках. По-моему, раньше подобные текстуры были только со всякими HD-маппаками. А здесь все бесплатно. Все уже включено. Но, то есть, тут явно есть какие-то джунгли. А вот этот, кстати говоря, справедливости ради, по-моему, это все-таки мод. То есть, у меня стоит какой-то мод там на деревья. Так что, не смотрите, что они немножко такие красивые. Или, наоборот, стрёмные. В зависимости от вкуса. Но на внешний вид поверхности... Не, а, я ничего не менял. Поверхность тут реально шикарная. Зёбры, опять же. Что у нас еще есть? У нас тут есть... Как это называется, бишь? Это козы. Козы. Ребят, мы можем убивать козочек, например. И кучу-кучу еще текстурок различных. Например, фрукты. Это... Пэй-пэй-пэй. Да, это апгрейд АОКа. Прокачанный АОК до нового дополнения. The Forgotten Empires. Очень классная. Очень классная вещь, как мы можем заметить. Так, кстати говоря, вот здесь у нас классические каноничные дикие кабаны имеются. Ну что ж, на самом деле, жаль, что они только одну текстуру нарисовали. Я думал, что они больше добавят. Это печально, немножко. Вот совсем чуть-чуть. В остальном же меня ни капли не расстроило это. И по большому счету мы избаловались насчет этих текстур. Кстати говоря, друзья, есть еще новое видение любопытное, касающееся... Оно очень маленькое, но оно от этого не становится менее любопытным и более многообещающим. Добавили новый вид почвы. И почва, внимание, теперь влияет на здоровье зданий, которые стоят на нем. То есть здания, которые будут поставлены на вот этом вот плохом фундаменте, на плохой почве, они очень быстро уничтожают. Уничтожаются. То есть уничтожаются примерно в полтора или в два даже раза быстрее, чем реальные здания на нормальной земле. Это, знаете, это можно очень хорошо развить в будущем и использовать как-то побережье по-новому, использовать как-то другие виды почв и так далее и тому подобное. Мне очень понравилась идея с пустыней, где здания сами по себе разрушаются. Но они не сами по себе, по-моему, они... Хотя они будут насчет сами по себе, я не уверен. То есть вот пока я не вижу, чтобы они сами по себе подали. Но они подают быстрее. Ты как раз начал об этом. Да, вот мне тоже это понравилось. Итальянцы в прошлом, в прошлом итальянцы свой стиль. Славяне свой стиль. Румыны имели один со славянами свой стиль, насколько я помню. Так, что еще там было? Так, тут только один стиль на три цива. Там было добавлено два стиля, насколько я помню, новых. У румыны и славян был общий стиль. Да, вот Сальмон Севен правильно поправил. Так что очень классно. Тут уже орган-ганы бегут. Новенькие. Ну и, в принципе, здесь на этой карте все. Все, я вот могу сразу сказать, что эта карта чем-то напоминает мне Арабию. Ну, немного, кстати, порядок. То есть чуть-чуть Арабии, но тут у нас очень много вот этой пустынной почвы. Проверим все-таки, падает, не падает. Нет, не падает. Все-таки быстрее будет падать, похоже, если просто начнем сносить. В фейторию почему-то португальцы упорно ставят одну фейторию. Ну вот не знаю, все-таки по мне это очень сомнительное решение. В любом случае, вне зависимости от результата. Жаль, что в прогейминг аддон все равно не пойдет. Я думаю, пройдут парочку турниров. Может, даже поучаствуем, постримим. Я с удовольствием бы принял участие. Итак, ну и теперь выходим. Еще давайте посмотрим. Давайте еще одну карту из спешилпака. Например, внутренний круг. Что это такое? Внутренний круг. Ну, это очень напоминает... Ох ты ж, е-мое. Тут у двух цифр свой стиль. А одна и стандартный стиль. У португальцев стиль итальянцев свободно. А фаготный свой стиль у итальянцев и у славян. У венгров, а не румын. Стиль как у славян. Да, ну венгры, румыны. Один хрен где-то там, в районе-то населивании. Так, не в обиду, конечно же, всем венграм и румынам. Это мы так уже утрируем. Ну что же. Нововведение данной игры. Данной игры является то, что появляются на картах вот такие вот горы. Причем не только на этой. Я не ожидал, правда, что их столько здесь будет. Но вот подобные пики и снежные, кстати говоря, бывают. И еще какие-нибудь подобные. Они теперь появляются на некоторых картах. И добавляют свой отпечаток в геймплей. Наравне со скалами, например, которые мы уже привыкли видеть. Текстуры у берберов правильно прорисованные. Это что-то вроде сарацин. Потому правильно прорисованный тем более стандартный у бритов. Ну, там, знаешь, там много всего. Разного. Да, Суловский. Аи тут действует получше. Он даже, смотри, где у нас он ест овечек. То есть Аи реально очень сильно поумнел. И это, на самом деле, с одной стороны, для новичков не очень хорошо. А с другой стороны, сразу учит хардовое игре. Эти DLC еще не сбалансированы для турниров. Я думаю, действительно, будут их нерфить. Но в целом, ну, балансить всячески. Но в целом, я думаю, попробовать-то можно. В будущем, если будет что-то подобное, то почему бы и нет. Ладно, выходим отсюда. Итак. Друзья мои. У меня есть одно предложение. У меня есть такое предложение, что а не пора ли нам разыграть в прямом эфире две копии игры Age of Empires the African Kingdoms. У нас есть 90 кандидатов. И только двум из них достанется эта игра. Так что, почему бы и нет. Что ж. Поехали. Поехали. Скажите, как меня слышно. Как меня... Ну, не видно, конечно же. Как видно вам нашу страничку розыгрыша. Итак, мы будем разыгрывать через специальное приложение ВКонтакте под названием Randomizer. Вы его легко можете найти и удостовериться в его убедительности и достоверности. Привет, Вернер. Готовы? Вы готовы увидеть победителей? Итак, что мы, естественно, будем делать? Ну, во-первых, введем ссылку на наш конкурс. Надеюсь, что все будет работать правильно. Один шанс на 45. Да-да-да. И сейчас с хопа попадает, например, мне и репост, который я кидал к себе в группу ВКонтакте. И все. И я такой... Дру и забираю подмышками себя. Где? У меня нет ВКонтакте. Ну, там уже среди участников сообщества. Напоминаю, что обязательно, обязательно быть участником сообщества надо, чтобы... Итак, все, обновляем последний раз. У нас, получается, 90... А, и музыка слетела. Вот так всегда. Давайте что-нибудь другое повеселее поищем. Age of Empires с Гангом ставил пародию. Нет, спасибо. Вот, давайте самую классику. Проплачено. Да уж, давайте, кидайте уже все свои гневные комментарии. То, что Грин продался. Грин все делает не так. Что ж, давайте сделаем еще интригу. Сохраним. Наименование приза. The Every Kingdoms. Количество призов. Сначала мы разыграем первую штуку. Пользователь должен быть подписан на сообщество. И... Так. Африканские королевства. Определяем победителя. Барабанная дробь. И... Влад Аниен. Я поздравляю тебя. Ты победил у нас и выиграл. Выиграл наш... Главный приз. Единственный. Давайте проверим, есть ли у него репост на стене. Да, репост имеется. Вроде как это никакой не фейк. Так что я поздравляю парня с заслуженной победой. Теперь... Мы снова вводим количество призов. The Every Kingdoms. Поехали. Последний шанс, друзья. У вас обзавестись этой игрой бесплатно. Итак. Определяем победителя. Богдан Балалайкин. Поздравляю. Второго нашего победителя. Интересно, есть ли у нас кто-нибудь на стриме сейчас. Что ж. Давайте проверим опять же репост. Вроде... И... Так. Да. Вот Богдан. У него есть репостик. Даже кто-то лайкал его. Поздравляю, друзья. Бромастер, неужели ты так... Чему-то так удивлен. Скажем, неужели это ты? Ну что же. В следующий раз победит. Давайте напишем, кстати говоря, нашим победителям. После стрима тогда уже будем решать все. Итак. И, естественно... Давайте отправим то же самое сюда. Как получить игру? Подстава это, друзья, админов. Да, да, я в вас не сомневался, ребят. Давайте тоже. Смайлик. Ужас, ужас. Ладно, не расстраивайтесь. Может быть, еще что-нибудь такое проведем. Естественно, когда будет возможность... У нас впереди еще, помните, Total War Warhammer, да? Скоро выходит. Чего бы нам ни его не разыграть? Только уже непосредственно в моей группе, где шанс будет значительно выше. Так что вступайте в ЦТД стратегии. Ссылка находится в описании. Вступайте в группу по Age of Empires. И, ребят, получайте возможность участвовать в грядущих, наверняка, конкурсах. И также участвовать в обсуждении множества интереснейших новостей. И прочего, и прочего очень всего интересного. Уже мы разыграли все. Это мы... Это я уже не знаю, куда я полез. В общем, заходите. Стратегия цитаделей. А почему бы и нет? Так, ну все, я ушел. Игру не выиграть. Не забудь репост со стеночки удалить, конечно же. Ладно, друзья. Давайте возвращаемся в игру. Музычку оставим. Оставим на будущее. И... Сейчас я, естественно, добавлю фотографии, чтобы... Отметиться, что мы уже закончили розыгрыш. Он у нас прошел довольно быстро. Но от этого, я думаю, что... Мне неинтересно. Итак, покажи приз корабли все новые. Сейчас сделаем. Так, нам пишет... Итак... Кораблики мы сейчас... Новые, естественно, будем использовать. Да, отлично. Влад Анин у нас уже прореагировал. Так сказать, продемонстрировал то, что он никакой не фейк и, в принципе, может участвовать. Итак... Итак... С нами и... Отлично. Все формальности соблюдены. И теперь мы можем возвращаться к игре. Итак, кстати, по поводу кораблей для португальских равелл нужен замок. Нет, замка не нужна. Замка не нужна. Вальгала, мы уже все отыграли. Ты у нас все прозевал, если ты про розыгрыш. Касательно сражений на воде, вот знаете, я думаю, что быстрее будет посмотреть нас в сценарии, то есть в мап-эдитере. Потому что очень долго создавать все, для ждать, где-то там реально что-то красивое случится. Мы лучше создадим сейчас замес в мап-эдитере. Итак... Ну, давайте для начала... Воду. Где-то у нас она? В самом низу наверняка. А... Сотни... Сотни воды? Сотни воды? Ну, ладно. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Я знаю, я не умею работать в редакторе. Но и черт с ним. Итак, вот что у нас имеется. Теперь... Юниц... Давайте, знаете что? Как насчет такого сражения? Например, Каравеллы португальцев. То есть элитные Каравеллы. В количестве 20 штук против 20 галеонов. Раз, два, три, четыре. Посмотрите, какие некрасивые. Пять, да? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Против у игрока два элитные галеоны. Элит, элит, элит. Слушай, Грин, вопрос. А в каравеллу лучше выходить при каком количестве флота противника? Слушай, я понятия не имею. Мы впервые их увидели буквально час назад. Кораблики же могут справиться, спауниться все в одном месте. В смысле? Не уверен в этом, если честно. Ну пофиг бы. Будем делать так, чтобы красиво было. Так вот. Элитные. Лайт Галлион. Или как так? Виктор Бетто. А, Галли, Галли, по идее. Ладно, попробую еще по-другому поискать. Там, по-моему, вор Галли был и вот так, Галлион. Раз, два, три, четыре, пять. Тем более мне так легче считать. Раз, два, три, четыре, пять. Естественно, игроков мы сейчас поставим на пост-мпы. Это у нас будет плеер Викинг. Это у нас плеер один. Будет португалец. Тоже пост-мпы. Все же кораблики при баталии могут быть в одну точку, когда, значит, сплэша не будет. Итак, ну мы сейчас посмотрим. То есть, я понимаю тебя, но вот случайная ситуация. Встретились два флота. Никто в одну точку не стекает кораблей. И вот у нас происходит замес. Кто победит? Вот, действительно, они начинают сражаться. Итак, у нас уже первые потери. Конечно же, это бот, он начинает немножко тупить. И... Ну, я бы не сказал, что... Ну, там еще, кстати, часть кораблей почему-то бот отводит. Посмотрите, урон-то все-таки хороший, они наносят, но не могу сказать, что кто-то из них берет радикальное преимущество. По крайней мере, в данной ситуации, в данной конкретной. Возможно, даже наши чуть-чуть послабее. Хотя нет, тут у нас всего лишь-то оказалось, осталось пять плеонов. А здесь у нас вот три осталось. В общем, наши победили. Мне же, давайте поищем еще противника. Шесть осталось галер, так что... О, каравелл, так что они эффективнее. Эффективнее, даже если не особо противник в стэк собирается. И нельзя давать врагу португальцу выходить в них, потому что иначе смерть вам. Да, мы победили, и нам даже достижение какое-то подбросили. Круто. Круто, чё. Давайте еще один момент потестим в другом углу карты, пожалуй. Не, если все будут в одной точке, то, наоборот, сплэш на всех будет. Да, то есть еще более имбовий будут ребята. То есть пока что они показывают себя самые крутые. Что тут значит? А, неиспользованная вода. Очень много неиспользованной воды. Ну ладно, давайте посмотрим. Похоже, имя нужно в сторону, чтобы сплэшить больше лодок. Кстати говоря, да. То есть можно микрить именно таким образом, ты абсолютно прав. Итак, юниц. Давайте посмотрим, как там это называлось. А, точно, я думаю, легко мы сейчас их найдем. Новые юниты. Самец арчер, самец каравелл, губеты, козы. Не, не, козы нам не нужны, я думаю. Органганы тоже. Присты. Жрецы, то есть. А у нас перевели как монахи. Не понял. А как же... Ну, смотрите, фаер шип. Фаер. Фишин шип, фаер шип. Ну вот, да, это у нас фаер гелий, вот точно. Почему-то ее обозначили как вышедшую в эпоху завоеваний. Так, ну вот давайте, у нас имеется пять фаер гелийов. И просто гелий. Отправляемся, посмотрим. И плеер два. Не, плеер один у нас должен иметь просто гелий. О, ГТС лучник на верблюде против генитура. Генитура, напомню, это который. Сейчас протестим. Сейчас протестим. А, вот, элитный генитур. Я понял тебя. Да, ну, я думаю, результат примерно очевиден. Сольется у нас генитуру любой лучник. Там слишком у генитура большая броня. Так, гелий. Опять мы их потеряли. Ммм, серьезно. Почему у нас... А здесь у нас что, тоже? Да, у нас тоже почему-то все одного цвета стали. Это который иконный скирн. Да, я уж понял. А если мы, скажем, второго плеера выберем? Это тоже, что ли? Очень много элитного, элитного, элитного шлака, галей. Слушайте, давайте так. Даст. У нас вообще есть там что-то, предстоит не тот монах, что раньше. Ревиалия. Это уже новый священник. В DLC Steps. Привет. Привет. А что ты имеешь в виду? То есть, он как-то изменился? Или... А, возможно, кстати говоря, Прист это какой-нибудь сценарный священник, который... О котором мы, возможно, не в курсе. Террейн. Эррейс. 5,59 дополнение стоит? Нет, дополнение стоит 200 рублей. На данный момент. По крайней мере... Это 5,59. Нет, по-моему, это меньше. 2,5. Так. Элайт. Арчер, не, нет. Воргелия или файрш. Гелия, как-то так там называлось. Файргелия. Да-да-да. Берем плеера 2. Так что ж, ну слетает-то постоянно. Бери пост-мпы. И, кстати говоря, да, тоже сейчас уберем. Файргелий. Раз, два, три, четыре, пять. Может быть, я как-то что-то не то нажал, что у нас так все тупит. Плеерс. Феодальная. Ох, кстати говоря, мы не смотрели, как в Феодале все выглядит. Измени эпоху на Дарковую. Дарковую, я думаю, смысла нет, а вот Феодальная это самое то. Для плеера. Один тоже феодальная. Меню. Тест. Африка. Привет, мухауф. Я думал, разрабы забили на игру. Нет, новенькое дополнение, как ты видишь. По идее, у нас файргелии должны сейчас изи раскатать. О-о-о. Ты не забыл, что это наш враг? Чувак. Эй, чувак. Ладно, он не хочет с нами драться. Пойдем еще сюда. По идее, мы вот здесь должны слить просто нулево. И вот здесь, кстати говоря, мы на патруле еще раз отправим для чистоты эксперимента. Так. Попробуем. Ладно, ладно. Слушайте, у них, по-моему, увеличили рейндж. В любом случае, слушайте, вот эти ребята, они в ноль. Они убивают нас в нули. Мы ничего не можем сделать здесь. А тут у нас как происходит? Все. А, Биолог, у тебя автоматически грейдятся корабли. А здесь грейдятся, грейдятся. Это глюк-бот, он всегда одного моба на разведку присылает. В принципе, я думаю, многие так делают. Ну, смотрите, здесь сейчас, например, каравеллы очень сильно застекались. То есть их можно каравеллами убить. Но это так, альтернатива. Биолог, мы до феодала занизили требования. Грубо говоря, здесь у нас нету баллистики сейчас у этих ребят и второй стрелы. Поэтому они теперь сливаются. Смотрите, они теперь хоть и элитные, но сливаются. Вот это да. Вот это да. Мы проиграли. То есть получается, что раз на раз не приходится, и галеоны, если хорошо встанут, то могут убивать каравеллы. Неплохо, неплохо. Помнится, мы хотели посмотреть еще один неплохой эксперимент. Так, арчер рейндж. Кто-то там говорил, что есть акведук. Народ, давайте квест вам небольшой. Найдите что-нибудь, что обозначало бы лодочку колизей. Не лодочку, а башенку. То есть я хочу посмотреть, как у нас выглядит, что у нас будет делать башенка, когда мы будем наносить урон. Так, увидел стрим в группе ВК. Если кто не знает, я официальный переводчик этих двух DLC. Что ж, приятно видеть тебя, Степс. Скажи мне, пожалуйста, тогда, ждать ли перевода на русский, который мы сейчас не видим, к сожалению, здесь. Можно вопрос про бонус? Да, конечно. Нигде не могу найти. Если ты уже купил игру, то, в принципе, так, по-моему, это у нас второй отозвался. Так, а может записи вашего стрима где глянуть? Он еще идет. Он еще идет, так что давайте сейчас поделимся сообщением. Так, башенка, башенка. Зайдите в настройки и поменяйте язык в меню. Оказывается, все так просто. Окей. Пофиг, нам все равно это не нужно. Так, стоп, меню. Не, нет. Options. Я даже не знал, что оно уже переведено на самом деле. То есть English. А, смотрите-ка. Ребята, ответственно, подошли. Поздравляю, огромная работа была проделана, стопс, не сомневаюсь в этом. Скажи мне, пожалуйста, говоря, компании тоже переведены. Сундиата, Табрик, Франсишку де Алмейда и Юдит. Так хочется сказать Франческо, но да ладно. Так, пользовательские компании. Может там действительно Франсишку. Давайте тогда я сейчас схраненный. Извините, ПЦ только что-то поставил патч Вагота, но в Стиме в итоге Градик тормозит. Ну, Франсишку. Но с португальского я не спорю. Наверняка свои имена были когда-то. Просто Франческо, то ли итальянское имя, наверное. Так, редактор, редактировать сценарий, создать сценарий, давайте. Ну, по-разному с итальянского, испанского и португальского переводится. А, вот какие тонкости. Чаще я сталкивался просто во всех фильмах, во всем переводе по-другому. Так, башня. Давайте попробуем башня или каланчак, как было в некоторых переводах раньше. Так, Катафракт, Каравелла, Каной, Канонир, Камайюк, Кавалер? Нет. Башня? Может. Бомбарда, Боярин, Боевая повозка, Боевая галера, Берсерк. Британский, выстрельный корабль, Ингерс, Суши, Адбди. А, точно, точно, точно. Как-нибудь протупить настолько, Акведукова, Анпост. Это просто не то. Ворота, на Б вообще ничего нету. Крепость Каланча, Конюшня. Нет, Каланчу я не вижу тут тоже. Может быть, их нее нету. Нет, конечно, но все же. Огневая башня. Осадная? Может быть, но тут только огневая есть. Сейчас мы проверим. Да, вот есть огневая башня. Обычный я чуть не заметил. Так, ну вот давайте юнитов тогда. Игрока 2. Например. Ну вот, представим, что есть вот такие ребята. Осадную башню теперь можно перелазить через стенки. Осадная, да, это прекрасная вещь. Мы уже посмотрели все дополнения, все нововведения, которые были. Осадная мы уже посмотрели. Это огневая у нас сейчас. Вышка была? Да, есть вышка. Молодец. Кот. Тебе вот здоровенный плюсик за внимательность. Так, давайте тогда знаете, как поступим. Игрок 1 у нас должен стать поступовым. По идее. Кем он должен стать там, я забыл. Эфиоп. У португальца был этот бонус или нет? Или у Фи? Или у Эфиопа? Давайте Эфиопа тогда возьмем. Постимперские века. И круг 2. Тоже постимп. Тут автоматически все изменяется. Неплохо. Так. Давайте проверим. А, там же у всех это будет. Да. Эх, тем более, это не та башня. Ладно. Промпт Тауэр. Окей. Для рельефа, игроки, юниты. Ну, во-первых, давайте императорскую вербуду куда-нибудь нашего поставим, чтобы не возникал. Дальше рельеф удаляем. Лишнее все. В частности, здание. Так, не-не, огневая башня не то для обычной. Ничего. Вот сейчас посмотрим, пробуй с обычной. Я уж понял свою ошибку. Вышку ставим. Раз, два. Меню. Проверка. Раз, раз. Проверка, проверка. Ребята, плюс 10 атаки в сумме получается. Это получается, что урон плюс 6. Посмотрите, они как картонные падают. Офигеть, настолько все круто. Плюс 10 атаки. Для той башни, которую мы ставили до этого, для игры вроде ничего подобного не было. Это при 8 базово. Получается, что даже есть какой-то смысл защищать башняками теперь здание. Интересно, как по БТ реально бьют. Смотрите, две башни разбираются от десяток чемпионов довольно легко. Посади луков. Давайте посадим. Так, настройки, выход. Не знаю, они как-то поменялись цветовую гамму в игре. Мне это не очень понравилось. Так, юниты. Крестьяне. Так, делаем таким образом. И давайте еще катафрактов. Игроку давайте воинов. Орлов, точно. Например, от воинов-орлов, насколько хорошо это защитит. Вот, например, забегает к вам на рейд на экономику вот такая пачка орлов. Вы прячете 10 крестьян в башенке. Что может дальше? Что может быть хуже, на самом деле? Казалось бы. Посмотрим, удастся ли. Да, желтые сделали побледнее непривычно немного. А еще не будто клавиша немного неактивная. А если башня еще и тевтонская, с 10 луками внутри, ооо, весело будет. Давайте проверку устроим. Главное успеть посадить крестьян. Итак, ну вот. А, ну, уже начинают падать юниты, смотрите-ка. А башня-то живая. То есть они убивают даже орлов. Причем очень... Вот от орлов, рожки до ножки остаются. Знаете, а ведь получается, что это можно эффективно использовать. Серьезно. То есть эту башню можно использовать для защиты, и, по-моему, у них здоровья побольше стало. То есть 3000 здоровья. Конечно, не помню, как были вот эти самые крутые башни использованы. Как они характеристикам. Но, по-моему, 3000 здоровья даже у ББТ не было. А тут мы очень легко противника убиваем. Ну что же, я вас поздравляю. У нас, похоже, реально наметились изменения баланса. Так, ну и крестьянки наши. А это командный бонус? Биолог. Это бонус у любой цивилизации теперь. Теперь это у любой цивилизации есть, если изучить соответствующие технологии в университете. Получается плюс 6 к атаке. Правда, я не уверен. Она вроде бы будет у нас доступна уже в замковой эпохе. То есть это может, например, если кореец тражит и эту хрень еще делает, он просто делает неуязвимую башню, которую хрен чем пробьешь, разве что таранами или требами. Ну что же, выходим отсюда. Я предлагаю. Уже у нас стрим постепенно движется к логическому завершению. У нас есть два варианта. Мы можем пойти, попробовать пройти первую миссию случайной кампании, либо сыграть немножко в мультиплеере. И все зависит от вас. Так что, ребята, давайте подумаем вместе, что будем делать. В принципе, и то, и то мне интересно. Но если в сетевой игре сейчас давайте посмотрим список игр. Эй. Как посмотреть, как понять что-то как. Они на слабую машину меньше действуют. Хотя, может, какой-то цилл этот бонус недоступен, кстати. Ну, вот PayPay предлагает мультиплеер. Я, правда, не совсем пойму, почему так. Биолог, миссию. Давайте, ребят. Больше мнений. Чем больше мнений, тем... Тем больше вариантов. Если что, мы и мультиплеер, и миссии, то и то мы на будущих стримах обязательно затронем. Просто вот конкретно, чем сейчас. Что вы сейчас больше всего хотите увидеть? Оригинальная игра, расширенная, например. Разрешить зрителей. А, плюс 6, да, правильно. Вот, например, мы можем все использовать и берберов, и не берберов. Итак, нам тут же показывает пул. По сети ты не в дополнение смотришь, а в оригинал. Подожди, а у них разве есть что-то... Подожди, что-то... Расширение. Список игр. У всех оригинальные. А, да, точно, расширение. Вот оно что. А где все? Тьфу, блин. Сейчас сценарий, так как к мультиплеере может попадется в другая цива. Я думаю, можно будет уговорить народ. Сыграть с нами. Хотя, знаете, вот я так смотрю, и есть еще одна проблема. Я как бы 15 плюс игрок. Вроде как, да? Ну, даже покруче чуть-чуть. 18 плюс. Миссия, своего рода ностальгия. По сети. Так как визор предлагает у нас по... Сейчас сценарий какой-нибудь. Давайте попробуем все-таки по сети сыграть. Потому что сценарий может надолго затянуться. Буквально. Хотя... Знаете, ребят, я не хочу роковать, сливаться, гореть. Вы меня убедили. Итак... Очень хорошо пиарили Сундиату, поэтому я не откажусь, на самом деле, поиграть именно на Сундиате. Первое. Будем сейчас проходить первую миссию. У нас английская озвучка оригинальная есть. Так что давайте, друзья, насладимся. Ну, если что, перевод вы видите на своих экранах. Один день, а мистерious хунтер arrived at the court of Nare Magan Konate, king of the Mandinkas. The hunter prophesied that an ugly woman would be brought into court to be presented as a bride. If the king accepted her, she would bear him a son who would one day become the greatest king the Mandinkas had ever seen. Years passed, and one day two hunters from the Doe kingdom brought with him Sologon, an ugly woman, hunchbacked with an offering of marriage. Konate remembered the prophecy and accepted. Sologon gave birth to a son, Sunjata. For the first several years of his life, Sunjata could not stand upright. Through secret and magical arts, a blacksmith made a sturdy iron rod, so that a boy might prop himself upon it. But even that broke beneath him. Only when Sunjata found a branch from the sacred Beobab 3, did he finally take his first steps. Konate's first wife died with jealousy. However, she saw no reason for this feeble son of a second wife to take the throne. In spite of the prophecy, she wished her son, Dankaran, the eldest, to be the heir to the kingdom. When Konate died, she exiled Sologon on Sunjata. They fled from land to land, but each kingdom feared the wrath of the new king Dankaran and would not harbor them. Only the Mima, far to the south, did not fear the Mandinka. They are a people of proud warriors. Among them, Sunjata learned how to hunt and fight. He left his disability behind and became as fierce and strong as a lion. Before long, he was ready to take back his rightful place on the throne. When he arrived, however, he found war already upon the kingdom. So-so warriors from the far north had overrun the capital on the river, slaughtered the fearsome king Dankaran and all of the royal family, and claimed the land of the Mandinkas for their lord, Sumanguru. Итак, начинается новая игра. Вы увидели, что старый болезнь... Сунчата, давайте убедем город! Мы будем убежать Суман-Гуру, так долго, как мы можем. Сундиата, вы должны бежать из города, мы будем сдерживать людей. Сумадур... О, чёрт, бежим, они уже тут рядом. Так, ну, Сундиата, похоже, это у нас... Не можем бегать сюда. Слушайте, сюда будут лучше наши. Эй, чуваки... Эх, у них очень интересная озвучка такая. Последует за вами, куда вы не пошли, мой принц. Отлично. У нас появился ещё небольшой отряд, но знаете, разработчики обещали нелинейность там развития сюжета, но пока что всё... всё неправда. Так, ну, чтобы наши пики спаслись... Беликой муфли, все это русской. Отлично. Итак, Сундиата был слабым и болезненным мальчиком, которого родила горбатая женщина, которую предсказали. И в итоге он, по идее, должен был стать великим воином. Но его изгнала ревнивая жена короля, который и сделал этого самого Сундиату. И в итоге он скитался и стал великим воином у каких-то там мемов. Нелинейность навалом? Ой, чёрт. Это стратегия. Я не хочу нелинейности, я хочу эпичных сражений. Ну ладно, попробуем что-нибудь из этого выторговать. Переходить можно, по-моему, перепроходить можно по много раз. Ну, с одной стороны, это неплохо, а с другой стороны, это немножко не то, что я ожидал увидеть, если честно, от стратегии. Итак, ух ты, новые скалы, текстурки. Так вот, он возвращается, и понимая, он возвращается, когда стал сильным и крутым, в свою родную страну, и понимает, что тут идет гражданская война. Ему надо спасаться, ему надо как-то защищать свои территории. Так, мы нашли уже территорию, нам не следует этим путем. Переправа охраняется замком. Так, привет, Стропорос, это новая компания, мы смотрим сегодня новое дополнение под названием The African Kingdoms. И, на самом деле, оно пока что только радует. Вот, единственное, мы не смотрели еще компании. Сундиата, о котором я уже говорил, продвигали очень активно. Сейчас мы посмотрим на него. Пока что я вижу только сражение, 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 сражение. В общем, нам не дали развиться, очень быстро рассказали историю и предложили самим поучаствовать. И еще одного парня нам слили. Редеет наша армия. Все меньше и меньше юнитов. У нас два противника имеются, кстати говоря. Давайте вернем все в нормальные цвета. Мы теперь фиолетовым играем. Так, что у нас тут? Степс у нас рассказывает о нелинейности. Может, тут есть какие-то ништяки? Но я пока вижу только горы и кусок засохшего не пойми что. Горы, горы. Да, похоже, тут ничего интересного нам не представится. Ладно, выходим отсюда. По идее, африканская мифология, африканский фольклор не заезжим ни разу ни стратегием, ни каким-либо еще видом. Ой-ой-ой, красный. Как так-то? Блин. Ладно. Нет. Окей, теперь мы одни. Ну, вот этот сундиата, эта имба, что он, в принципе, может выдержать все эти колкости от чертовых пикинеров. И мы можем теперь дальше снова одни продолжать путь. Похоже... А, точно, давайте прочитаем задачу. Сундиата должен вижить, сбегите из города и найдите нового союзника. Итак, как будто нам на что-то намекает вот эта вот точечка. Сумангуру жестокий правитель. Мы поможем вам выбраться отсюда. Отлично, у нас есть переправа. На переправе нам немножко не рады будут. Так, размикрил. Ты вообще, слушай, я... Сармикра. Оу, не-не-не, слушайте, ребят, знаете, я понимаю, что вы меня цените, но я, пожалуй, как-нибудь вот так сделаю и не буду особо париться. Потому что тут что-то сильно больно. Ничего, ничего. Это я просто разогреваюсь. А, ничего страшного, что мы сюда привели как бы немножко врагов. блин. Я думал, что нам надо что-нибудь будет. Похоже, нам придется с ними разбираться. Я не смею выбирать, только слышь, судиат. Отлично. Ну, вроде как. Говорится, и так сойдет. Нелинейность в основном не в географических локациях, а в принимаемых решениях. союзничать с кем-то или нагнуть. Слушай, а это прикольно. Если вот именно так это все выглядит. Обязательные цели, как и обычно, тоже присутствуют. Знаешь, меня больше интересует, есть ли тут развитие. Ага, мельницы у нас нету. Давайте сделаем. Опа-на. Олени. И какой бы ты после этого скаут, судиат, ее мое. Фигатор ни разу не скаут. Я вот что тебе скажу. Взял, упил зебры. Так, есть ли интересно, тут у нас где-то союзники. То я бы не отказался на самом деле. Что у нас по целям? Победите разведчиков СОСО. Ну, я рискну предположить, что мы можем на самом деле построить казарму. Вот, кстати говоря, у нас слон имеется. Так что он не скаут. Подогнал зебру. Да-да-да. Хотя нет, знаете что? Мы же типа 18 плюс игроки, да? Вот сейчас вы увидите весь, всю мощь моего скилла. так. Не позорь меня на стриме, слышь, ты и слон. Ладно, ладно, сейчас все получится. Просто надо два раза ударить. И не слиться. Люди мне очень нравились такие. Ура! Вот завалили же моего. Вы говорили, что не могу. Итак, после отзывов о компаниях зафакотных, где большинство миссий были РПГ стиля, люди мне очень нравились такие, я тебе прямо скажу, меня не вывешивали. А, у нас совет. Козы, кстати говоря, имеются. Нам опять кто-то написал. Черт. Давайте притворимся, что мы этого не слышали. Давайте разведаем этот угол. Наверняка там есть еще что-то. Ой-ой-ой-ой-ой, опасно, слушайте, тут тигра. А, лев. А, е-мой, вялый пачек. У нас волки в тундре и толковые дни. Нет, слушайте, давайте тогда выйдем из звука. А, это Богдан Бавлайкин написал, что он рад. Слоны офигенные звуки выдаёт. Так, а это у нас кто? А, пофиг, порежем. Страус. Опасно, слушайте. Давай, кыскыск. Давайте с амдиатой повоюем, что ли. Я надеюсь, что мы встретим какого-то юниту боевого. Но, к счастью, скауты оказываются туповатые. Мы спокойно спасаемся. Блин, салоны так классно лежат мёртвые. Мне не очень нравится. Ну да. Я всё-таки ищу, где же у нас? Где же у нас ещё союзники? Я бы от них не отказался уж точно, поверьте мне. По идее, мы могли бы попробовать как-то их найти ещё. Зачем я домики делаю? А, хрен не знает. Так, в луки выходи. А за кого мы там играем? За Малию. В здании стоит на 15% меньше дерева, плюс 1 к защите от стрел у юнитов из казармы с каждым переходом в следующую эпоху. Улучшение добычи золота бесплатное. Но, не знаю. Ты уверен, что в луков? Я вот нет. О, послушайте только. Слышите? Прекрасные звуки. Кстати говоря, по-моему, новая анимация. Сундиаты регенит хп? Точно, ибо. Сундиаты не контрятся. Я хотел апнуться в феодал и сделать пару пик. Может быть, побольше даже. Так. Кстати говоря, у него что-то дофига реген идет. То есть уже все, уже жусь, считаете? Жусь, целый. Давайте еще одного, кстати говоря, подгоним. Конечно, я немножко рискую. Нет, все-таки надо выйти из ВК. А тот, при всем уважении, но отвлекает, ребят, очень сильно. Я думаю, вас тоже, потому что рука тут же тянется к своему ВК. Ай, кстати говоря, нам бы не помешали. Так, ну слышь, ну ты че-то опять начинаешь? Ну емно, ну че ты как этот? Твой дружбан. Емп, слоновой вообще пофиг. Все герои. Да, вроде как все. К чему это еще сейджи в пикс пошло. Так, отлично, делаем пики. А я золото не вижу золота. Эмпайль, сит, и чизгенхан. Ты еще дракула не видел в дерево. Там вот реально есть на что посмотреть. Кстати говоря, у меня есть такая мысль, внезапно осенившая мой светлый ум. Что если нам немножко закрыться? Одну дырку оставим? Очень странное золото, ну да ладно. Страусы имеются. Кстати говоря, че наши пожраты? Они плохо у них пожраты. Пожрат-то их можно при желании. Ну давайте сделаем. Кстати говоря, у нас уже плюс один к троне. У, крокодил. Нет. Нет. Дракула у меня постоянно сливалась. А там просто замесы такие эпичные были. Практически все разведали, кстати говоря. Ага. И вот у нас идет копейщик. Слушайте, а он начинает меня напрягать немножко. Совсем чуть-чуть. Вот чуть-чуть буквально. Хотя, не знаю, чуть-чуть-чуть. Дерево не достаточно. У нас есть ЕС? Да, у нас есть ЕС. Конюшни пока что правы нет. Давайте пойдем сюда крестами. Хотя, я боюсь, что могу пожалеть об этом решении. Отсюда уходим. И сюда ставим козарму нашу. Так, ну, Сундиата вроде зарешал. Ну, только вот не начиная. Деревянные ворота что-то не помню такого. Так это фаготы не добавили. Чисто, чисто новое новшество. Прям вообще последний писк. много чего добавили на самом деле. По сравнению с тем, что было 15 лет назад уже игра очень сильно изменилась. Вот только эти здоровые с позволения сказать деревья очень сильно мешаются. Вот так. Ну, давайте тогда обзор сделаем, чтобы нас внезапно не застали врасплох со стучными штанами, да еще и на лесе. Так. Ну-ка, ну-ка, сноу-ка. Ага, охрана золота деревянные ворота были в конкуерерс. не было в конкуерерсе деревянных ворот. Вообще не было. Третья миссия за год, но они, может быть, появлялись, но строить их нельзя было. Я это имею ввиду. Так, блин, я тоже хочу поиграть в дополнение. Увы, но госпожа Фортуна оказалась неблагосклонна к тебе сегодня. Может быть, когда-нибудь. Вот он пасет золото. Ну, там ни хрена больше. Что нам есть тогда, если там ни хрена больше нет. Ладно, пошли отсюда. Очень любит. Разведчики Сусо. Точно же. Мотно маленькие деревья придется еще обновлять. Я думаю, там народ прореагирует, как-то сделает его поновее. Я хочу по поводу скалтрашен противника. Короче, напрячь. Развлекаться таким образом. Познаваться над ним. Ну, ахахаха. Я знаю, коварный. Тащи слона. Мы одного уже притащили, а последнего ты имеешь в виду. Если ты его и нашли, то мы его нахрен, если честно. Кстати, у нас есть ап. У нас есть ап в следующую эпоху. Если что, сможем использовать. Кстати говоря, по-моему, экономия распространяется и на эти ресурсы. Вот, только на воде. Только на воде. В сценариях не путать. Так, ага. Ну, по-моему, если идти по дороге с усеними трупами, рано или поздно мы придем к нашему врагу. Вам так не кажется? Я думаю, что я прав. Опа-на. Вот он. Красавчик. Так. У меня внезапно мысль пустила. Сохраниться надо бы. Так. И по-моему, знаете, все-таки обузить как-то ап в замке. То есть, я не вижу тут никакой. Ага, ну-кась. Что это у нас тут? Камень. Камень, это интересно. Ну-кась. Козы. Козы тоже классные. Это снесем башенку. Посмотрим, что у нас там. да, да. Конечно, это не христиан, который все в один присест сносит. Но все же. Сундят, кстати говоря, очень шустрый. Нам нужно уничтожить вот этот лагерь, который у нас здесь имеется. Если что, если вдруг кто не понял. Мы нашли, кстати говоря, еще лес неплохой. Коз подведем поближе. Ме. Он, кстати говоря, еще в тылу у нас имеются ресы. Кстати, диалоги сохранения и загрузки игры могут немного показаться странными. А, в смысле. Кстати говоря, уничалобойница похожие исследования. Ой, лоу. Что-то может быть такого что-то травмирует нашу закаленную психику. Так, мы нашли врага это не они. Не они замковые, к нему лучше не соваться. Так что, пока что мы разведем как есть. Так что, все из-за того, что там теперь используются шаблоны с архитекта невозможно просклонять по падежам слова, вроде одиночная игра. Так что, пристойте укручиться. А, печально. Так, что мы видим тут со скаутами? Ага, смотрите, у нас тут сразу несколько входов. Нелинейность. Мы можем атаковать через первые ворота, а мы можем атаковать через вторые. Что выбрать? Давайте лукой там будем. Так. Пошли в замки, не хочу оттанковать. С делалкой. что скауты откинулись? Ну-ка, У нас тут дырка похожа в их обороне. Но башня тут, конечно, просто страстика, как много. И укрепрайон, на самом деле, тут добротно. Но вот это, кстати говоря, не линейность, обходной путь. Сейчас посмотрим, что у нас там. Дальше я не одному писания не увидел еще до сих пор. Зато копеечка. Пожалуйста. Так, тут у нас какие-то флажки под обстрелом. Если я его еще и выведу здоровым, я вообще очень сильно удивлюсь. его казарма, домики. Что нам нужно уничтожить, чтобы победить? Конкретно в данной ситуации. Мне очень интересно. Вообще, то, что у нас без падежей могут быть. рассказывать не мог печально, если честно. С трех, с четырех, не, все-таки добил нас. Ну все, нам, по-моему, надо просто сейчас немножко добавить коней. Все. Просто добавь коней. Так что вот этих ребят мы отправим на этот голд. Так. И кузню, кстати говоря, надо сделать. И тачку. Ну что же, нам с первой игры дают играть. Реально дают играть. Это приятная новость. Это очень приятная новость. Тритараны и погнали. Тритаран скучно. Конечно, мы сейчас сделаем осадку на форварде кинчу вот тут. А, понятно. Нам кузня нужна не сундиата откинуться. Не, не пугай меня. Слушай, сундиата вот. Мы туда скаут послали. Чтобы не сундиата как раз все делимся. Кстати, о нелинейности. Может ли сундиата откинуться или нет? Я думаю, все-таки тут ответ. Не настолько все нелинейно. У нас же он не должен выжить по правилам миссии должен. Ну вот он бегает сундиатом. Там голд пасет враг. мы между здесь присуем акс теперь поджог используем. Теперь уже ставим осадочку. Так. на самом деле мы тут очень неправильно играем. сверх неправильно. Но да ладно. Феодальная армия еще воюет у нас. Все время как на замену ей уже готовится мощная боль. более мощная будет трудая. Да я да да. Так. знаете, что построим рынок. Вот здесь кто-нибудь. Сейчас поймете мою задумку. В принципе одной я думаю вы догадались. Но все же. Чего ты не апуешься. А куда дальше-то? Я уже и так в замках. Уже и так замка и похер. Дальше уже не взлететь как говорится. А, вот что я не сделал еще. Да ладно. Ну и хрен с ним. Поехали лучше воевать. Пока что я так понимаю миссии не очень сложные происходят. Чего ты в Дархат тупит ты мы сейчас новый построим. Вот он будет уже реально солидный. Вот видишь мошкарел. Э ну е мое че вы как эти он еще и тараны подогнал. Слушай ну я сейчас обижусь. таран он нам подогнал. Знаешь сейчас кого подгоню. И где таран теперь? Тоже мне. Мистер Рэмбо местного разлива. Вон пехота у нас. какая броня то. Ой какая броня. Люба дорога смотреть уже плюс два. Интересно она не на крестьян не распространяется. Так она у нас продолжается заруба крестьянская. Ага из дерева у нас сельзавтык. Че то как быстро эти акации падают как называются деревья. так ладно погнали что ли попробуем продавить противника не удивляет наличие бойниц все таки очень сильно амбар я за и век учись но с амбар оказывается есть у нас тут есть амбары по традиции герой куда-нибудь подальше записываем члены сносились из здания этих двоих давайте на лес так конюшни убиваем знаете меня удивляет отсутствие сопротивления это почему просто с пустотой абсолют абсолютное отсутствие скирмы на башне какой боль а пофиг я уже сливал отвар я уже осознал что у меня без нужды козы стрельбище что я должен уничтожить чтобы доказать кто здесь главный отмечу чест если не интерес еще что то важно потом слаги на входе например а все но что да вот надо привести если он нашел в сфере итак ну и что у нас тут тараны окей давайте убьем тараны м это все равно что убивать у нас даже кто-то нападает пытается есть подозрение что без особого успеха и все таки что значит уничтожить это снести абсолютно все здания если это так давайте посмотрим необязательных целей нет сделай апп на скорость коня победитель разведчиков СОСО вы не можете перейти в имперскую эпоху дикая природа прекрасный источник пищи да ниани больше не будет вашим союзником когда ее завоюет СОСО много нового в этой игре замок снести надо стропорос а этот замок ты уверен это не особо это просто не ани вот в чем дело это просто не ани уничтожить уничтожить игрока уничтожить до последнего здания до последнего все уничтожить хотя с эти башни можно уничтожить просто здание вот видите не ани враг может говоря здесь еще поймать о чем я порешал на 2 новые 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 тараны здесь нарисовались обоон наши тараны порешают сейчас тогда green нужно уничтожить все это производящие здания включая рынок это верно так вот здесь еще юниты ребята шкерятся так мы между тем посмотрим как у нас тут разведка то никто не видел разведку а а а вот интересно сколько у нас попали а кажется что ни хрена у нас попали нет нет так тут у нас крокодилы это новые технологии для башен длс так переводится как бойница логия называется в переводе маль наши купе очень схожи с больницами технология я помню там у нас были уже базово больницы некие мыслили до мыслили здесь на стороне ходит все таки меня не покидает смутное ощущение что что то мы не знаем что то мы делаем не так потому что потому что давайте попробуем действительно замок снести а а а а а а а а на больнице уже стандартный молоке уже есть но почему бы и не заменить их а название потом еще то какой то более четко придумать например горячее масло а к а а а серьезно на баку чек очень похоже очень похоже на какой то банк с которого у нас ни хрена нету врагов поблизости в принципе я не удивлюсь если так окажется если честно а мы видим тут еще пара тройка здание имеется просто ты всех юнитов красные просто это чертова а че не могу что а че и трогаю че выглядит эпично мы типа на стопроцентное прохождение претендуем все дела вон еду продадим это купим нападает немного куда они исчезают когда умирают а секунду назад были ты так и думал сделать но потом понял что люди могут начать путаться как-то будет следовать не те больницы в которых к которым привыкли а в принципе есть своя ловика отлично у нас тут один хп остался башеньки давайте его добьем а оксом варен замки от нас похоже поздравляю прогресс походим внутрь так если говоря что у нас там с аппами по технологиям давайте сделаем этот апп здесь мы заняли позиции отлично там сделаем еще не помешает и давайте найдем здание которое ну вот тут только остались еще не сейчас ли он просто-напросто занять замок все если говоря сделаем картографе малый у нас есть союзник где-то а мы не в курсе есть такое подозрение что как-то кривого то стоят эти здания на самом деле зачем тебе так что-то кроме таранов просто просто напросто меня если я только тарану буду делать не напасусь рез так нет союзников у нас больше нету похоже давайте здесь донесем последние два стола не тут останутся правило то что у нас анималии не они все таки я хочу пронести мне просто интересно что будет просто интересно классные любопытства как говорится оооо смотрите сколько таранута таки в педенце должны идти в атаку картографию вроде должны делать мгновенно бесплатно это только у определенных юнитов только определенного типа юнитов ну что пошли сносить замок как я сказал спраздновали вопытство хиток мы сейчас отобьем просто на просто город закончим гражданскую войну и на этом будет получено все уничтожим так простуд таран и все снесут с минимальными потерями ну с минимальными это там уж не касается юниты и юниты и юниты где вы живы все ну сначала знаете сначала они булили сначала даже вроде как я чуть испугался а теперь прочь тройка с минусом за эту за эту миссию из десяти и у меня есть подозрение что они установили поп лимит на уровне 75 к слову так вот by the way как говорится так здесь уже все горит полыхает с ним последнее территорию сносим отлично мы заняли переправу время отбивать обратно то что мы потеряли а а а а а там там а там где это последняя не выше у нас там хуже у нас сейчас десант высаживать это какой уровень сложности а это у нас уровень сложности что-то выше стандарта настройки в разных миссиях поп-лимита разные ну в принципе это понятно да, нормально мы играем в принципе можем переключить на высокую настройки а нет, скорость у нас нормальная в общем там наверняка это можно расправить, там где стандартный это указывается вроде бы 85 стандартный компаний эээ тут мало какой-то компаний поп-лимит расти с каждой миссии ох я ладно, будем проходить разберемся, надеюсь что, отбиваем обратно этот городок это я не знаю, что нам все же следует идти отсюда побыстрее люди и куда нам идти победили да, это оказалось слишком легко сунчатта 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 не успел сбежать сунчатта сунчатта никогда не было безопасно от краза сумангуру сунчатта знал, что он должен следить внимательно пока время было право и убежать от социальных скалтов пока он сильный чтобы стрелять итак ну вот результат наш вкратце несмотря на то, что мы никого не встретили очень много юнитов потеряли во-первых, это стартовые юниты мы много потеряли а вторых, там как не особо берегли последующих экономическое максимум крестьян неплохо учитывая, что остальных 5-4 как бы это потерпели и сразу поражение они там захватили ладно и игра в премию наконец окей друзья мои я предлагаю на сегодня закончить уже почти полночь тем более мне нравится это дополнение я думаю, что надеюсь вам тоже в любом случае был рад вас всех видеть на трансляции не забудьте если вам она понравилась подписаться на канал в группу вконтакте чтобы узнавать все новости самыми первыми потому что мы будем проходить the african kingdoms и естественно я думаю что вам надеюсь будет это интересно будем проходить как одиночные кампании так и по сети я надеюсь поиграем что ж а на сегодня это все рад был вас всех видеть удачных грядущих выходных удачных успехов в игре до свидания с вами был грин а там во время текста кнопка следующая это же английский next должно как переводиться дальше коряльник не, ну я знаешь а если считать это как слайды то есть следующий слайд тогда по мне так это вполне тоже нормальный нормальный вариант по крайней мере слух не режет и я пока что не встречал такого прям сильно косячного чего-то в любом случае если что дадим обратку степсу я надеюсь исправит оперативно ладно а на сегодня это все пока субтитры